Занятие клуба нестяжателей Тот предмет, с которым приходится столкнуться и изучить его надо Понимаете, это серьезно Иначе нам ничего не светит Можно с тенью сражаться всю жизнь и не знать, что за этой тенью стоит Поэтому вот сейчас у нас тут я кое-что нарисовал Может быть это не совсем красиво Потому что фактически огромный материал Воткнуть на три этих листочка, это конечно нелегко Но я постараюсь объяснить, что же произошло на Земле И какая сила противостоит современному человечеству Это сейчас мы разберем И еще нужно что знать Перед чем начать эти занятия мы побывали в Европе Побывали в Германии, побывали на Сейно-Кавказе Посмотрели людей, поговорили там Видели остров Рюген, видели руины священной Арконы Были в Старгороде То есть прошли по Германии достаточно много И поразило то, что на Западе люди вообще не знают о чем речь То есть они не знают, кто их гонит в могилу То есть они даже не представляют Единственное, кого мы встретили, нормальных людей Это были националисты немецкие Я тут не буду называть имена всех, кого мы видели Но могу сказать, что Рёдер Манфред Его знают все хорошо И его там близкие люди, с которыми мы встретились Им не надо было ничего объяснить То есть мы встретились как будто Вот знаете, только языковой барьер Они говорят на немецком, мы говорим на русском А понятие одно и то же Они понимают, что происходит Мы понимаем Без слов общение вот такое Интересно было то, что Когда мы сидели в ресторане Весь день рассуждали о многих вещах С нами был переводчик Вокруг нас собрались немецкие ребята То есть они нам пришли Видно, в этом ресторане знают И Манфреда знают, и знают его людей И они тихо сидели, пили чай, кофе Что-то там они ели И слушали, о чём речь Потому что там мы разговаривали громко И было слышно Понятно, что этот ресторан не просто ресторан Там, наверное, собираются как раз националисты И вот, когда мы встали Стали уходить, попрощались Пора нам было ехать Интересно то, что С нами стали прощаться все Я смотрел на лица, люди кивали нам головами Они с нами прощались То есть они отлично поняли, кто такие русские Зачем они здесь Мы же никого не знали там сидящих Но немцы с нами прощались Мы проходили мимо них Они нам кивали, глаза были добрые, хорошие Русские, настоящие наши глаза Белый рас людей, белых богов То есть вот это было Ну, я лично вот внимательно посмотрел Это было выше моих сил Просто я всё понял Я просто всё здесь понял И вот после этой поездки Особенно вот захотелось понять Что же происходит на Западе И почему вот эти вот несчастные немцы Французы, датчане, норвежцы, шведы Их там прессуют Их просто фактически уничтожают Вот в настоящее время этот процесс идёт Либеризации и уничтожения Фактически растворяют генетику белой расы В генетике гибридных рас, южных рас И они-то понимают, что они медленно умирают Медленно гибнут Но они вот как растения То есть у них нет базиса Очевидно, вот то, что мы понимаем То, что мы знаем У них давно оторвано Они просто, наверное, со средних веков остались Вот так вот, как сироты От Руси оторваны Если на Руси что-то сохранялось То на Западе этого ничего Причём интересно было так сделано Что вот отрубили вот Запад, Русь Значит, славянский мир Это мир враждебный, мир страшный Мир дикарей, мир варов Там на Западе им рассказывают И они вот это поверили На самом деле всё наоборот Если бы вот этот барьер не существовал Наверное бы из России шла информация на Запад И очень много немцев бы погибли Немцы и датчане и норвежцы И те же французы, даже испанцы Они бы поняли, что происходит Вот, например, те же испанцев Их просто, ну, да и французов Жалеть приходится Вы сами, наверное, понимаете Если в Испании осталось всего 40% испанцев То есть потомки Вестготов 40% Это как? А, кстати, Вестготы, они пришли с территории России Это Сейный Кавказ Это Дон Это Южный Урал Оттуда И вот сейчас этих потомков, да Вандалы Вандалы, которые переселились в Африку Они вообще исчезли Их нет, огромное племя вандалов Оно говорило на русском языке Кстати, не на германском Говорят германцы Вандалы – это потомки Венетов Они говорили на русском языке То есть на славянском То же самое готы Ведь Иордан, описывая готскую империю Он пишет позднее намного После уже гибели этой империи Он пытается вывести ее Так сказать, из германского корня На самом деле готы не были германцами Они стали германцами, уйдя на запад Они приняли культуру Они приняли язык И сейчас этих людей нет То есть в Испании их не осталось Не осталось кельтов во Франции Что происходит? Беда происходит Растворение расы белых богов В расе южных расах Будем так говорить В гибридных южных расах Это тихой сапой ведется война На уничтожение Почему? Все просто Потому что фактически Белая раса кое-кому мешает На земле, на планете Она может понимать много Может творить То есть она может созидать Она может строить То есть белая раса Это раса творцов Прежде всего она генерирует идеи Вот если посмотреть Культуру нашу и науку Кто развивает? Какие народы развивает? Ведь не секрет Посмотрите Со стороны Италии не так много Там хорошие композиторы Но опять Это все люди Белые расы Голубые глаза Белые волосы Потомки Либо латинян Либо этрусков Тут же Леондо Винчи Или Микеланджело Посмотрите Это Германия Это Германия Это великий Бетховен Моцарт Это ученые немецкие физики Немецкие химики немецкие Это Россия Это наши люди Вот как-то Я услышал передачу Наверное лет Прошло наверное уже больше 20 лет Это начало перестройки нашей Я включил приемник И крупного американского физика Фейдмана Значит спрашивают Как вы считаете Вот что ждет Россия После перестройки Что с ней будет А он так говорит Говорит Ну что может быть с народом Вот с российским Вы говорите Понимаете Вот я еврей Он фейман Да он еврей Физик Я понимаю Я переживаю за запад Я знаю что запад Это не самая лучшая цивилизация на земле На Руси была То есть в России была Коммунистическая цивилизация Своеобразная Она была Своя Присущая именно русскому народу Я понимаю Что сейчас это все рушится То есть Вот мир русских Вот он обрушен Все Наступает момент разрушения Но я вам только одно скажу Ну что ждет русский народ Если посмотреть по статистике Это слова физика Слова иудея Он еврей Он иудей Он серьезный противник должен быть Да Потому что он еще Любой иудей Фактически он автоматически Включен в систему Сиона А он говорит о России Вы понимаете Ну каждое второе изобретение Ну каждое второе изобретение Мирового значения Сделано русскими Он даже не сказал Что это еще и немцами Потому что действительно немцы работали И шведы работали Ну того же Бора Например вспомни Да Великого физика Но их там По пальцам можно пересчитать А в основном русские И он говорит Каждое второе Мирового значения Ну что может этот народ ожидать Ну конечно же он переживет все Конечно же он поднимется Конечно же он Он не погибнет Вот слова Фейнмана Вот И вот сейчас Вот то что я сейчас пытаюсь вам рассказать Это как раз Вот та беда Которая вот обрушилась на Европу И не только на Европу Но еще и в Азии Потому что Фактически В Азии произошли эти события Которые сейчас происходят в Европе Намного раньше Они произошли в восьмом веке В восьмом веке Арабское завоевание Очень серьезное Падение Ирана Падение Государства Эфталитов Тахаров То есть Выход Арабских армий На границе с Китаем И постепенная Гибридизация Вот Центральной Азии И сейчас мы Видим Перед собой уже Иранцев Которые потеряли облик Белых богов То есть это Люди Которых очень сложно Отличить от турок От арабов Это столько Гибридной крови Что фактически Вот такая вот беда Произошла Но будем Прямыми Надо говорить Правду Иранцы До сих пор Приняв Ислам Они до сих пор Помнят Что у них Русские корни Вот Ну слава богу Что это происходит Потому что На самом деле Так и есть В народе Это все сохранено Вот момент был Когда Турция зашевелилась Против нас В период войны 42-й год Турок пытались Немцы подтолкнуть Для борьбы С Россией То есть Нам бы не хватало Фронта Еще На Кавказе Да Вот То По приказу Сталина Идея была Берии Но приказ был Сталина Мы Наши войска Вошли в Иран Чтобы угрозать Турции Чтобы Турция Понимала Она атакует Кавказ Мы атакуем Турцию Со стороны Ирана И что интересно Что иранцы Прекрасно встретили Русские войска Не было проблем Вообще Они тащили мясо Тащили рыбу Тащили Овощи Они просто так Отдавали русским Радовались Что русские К ним пришли Вот это вот Голос крови Кто там был в Иране Они были поражены Мусульмане Да Но они помнят Эти корни Да Вот эти общие корни Но Я немножко отвлекся Говоря о том Что очень сложно Растворить Но Этот процесс идет И вот сейчас От испанцев Я вот начал с Испании Осталось всего 40% Что сейчас происходит В той же Франции Там 60% французов Ну вроде да 60% Много ли это 40% Это турки Это арабы Весь Алжир Переехал во Францию Как это Что будет дальше Вы понимаете Тут происходит Какая вещь Ведь Либеральная Демократическая идея На чем она построена Она построена На растворении Уничтожении соперников Конкурентов Кому Мы поговорим Кому Кому мы являемся Конкурентами Немножко позже Я это расскажу Но дело-то в чем Здесь Что происходит Происходит то Что французская семья Или там Испанская семья Ну один ребенок Ну два ребенка Ну от силы Три У арабов Пять-шесть У турок Шесть-семь Понимаете Что происходит Теперь Еще одна деталь Я бы хотел Обратить ваше внимание Вот на что У южных народов Особенно у турок И у арабов Кстати тоже Вот у них Громадный опыт По растворению По уничтожению Других рас Началось все с Аравии Вот я написал Свою статью Вот вы наверное читали Там Как сагдийский жрец Вернее мудрец Я там его жрецом не называю Но он выдает Значит Определенные Так сказать Стереотипы поведения Чтобы завоевать Вот всю эту вот территорию Которая была Сарсигдиана Бактрия Чтобы вернуть себе И управлять Вот этой территорией То есть это Это стратегия Сагдийского Мудреца Но дело то в чем Что эта стратегия Родилась намного раньше Чем Сагдийцы ее Озвучили И Запустили в действие Она родилась В 7 веке Когда зеленое знамя Ирана Ислама Обрушилась на территорию Северной Африки Ведь На севере Африки Арабов как таковых Не было Это огромная была земля Во-первых там Жили в Марокко И Современный Тунис Сам Карфаген Был столицей Какого царства Это Вестготы там Частично переселились А самое главное Это были Вандалы Огромное Огромное Царство вандалов Правда оно было Разгромлено византийцами Но Вандалы Сохранились Там очень долго Сохранялись И Вся вот эта Огромная территория Там были Ливийцы Берберы Были Египтяне Как таковые Они были Натуральные Потомки Древних египтян И Вся вот эта Передняя Азия И что получилось Потом После завоевания Они все Стали говорить На арабском языке Они приняли Ислам Арабскую культуру Приняли И Арабы Облагородились Надо же Как они Облагородились Вот интересная деталь Я сейчас Немножко Хочу Рассказать Вот о чем Вот Читаешь Историю Современную Говорят Арабы 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 Создали Там Такую 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 Цивилизацию Математика Алгебра Арабская Научились Они ходить Под косым Парусом Они под любым Ветром Корабли Их не ходят Значит Они свою культуру Великую Там Арабскую Ведь это Чистая ложь Почему Вот тут у меня Будет показано Почему Откуда эта ложь взялась Я тут нарисовал Все Это Бессовестная ложь Арабы Даже свою Государственность Не создали На завоеванной Территории Они использовали Готовую Государственность Ту Которая Была ими захвачена Они разгромили Войска Они смогли Это сделать Да Вот им Удалось Это сделать Используя Пятую колонну Кстати Как это было Я не хочу Говорить А там Пятая колонна Без нее Нигде не обошлось Так же как с византийцами Вот византийцы Пятую колонну Подавили в себе Они выстояли А вот Иран не смог Пятую колонну Перемолоть И получили Что Иран пал Так вот Все было Готовое Присвоено Математика Арабами Была Заимствована Навигация Была заимствована Культура Была заимствована Вплоть До До выращивания Тутового шелкопряда Он из Китая им попал И из Византии С двух мест И они стали разводить Тутового шелкопряда И ткать шелк То есть Все это было взято В готовом виде Но арабская культура была высокая Вроде бы В средние века Там возникают Школы Возникают Философские школы Медицинские школы Чем это так заканчивается? Смотрите Буквально прошло три века Уже к тысячному году Уже арабов не слыхать А уже в 12 веке В 13 веке Уже так называемые монголы Там как угодно их можно называть То есть Скифская, Русь, Сибирская Она громит ихние города Пал Багдад Они выходят на границы с Египтом Арабы не могут сопротивляться А что они превратились? У них ни в военном плане нет ничего Ни в культурном плане То есть это опять дикие бедуины То есть что получилось? Захватили Использовали Готовый материал Высосали оттуда все И превратились в того Кем они генетически являются Вот сейчас посмотрите на Аравию Там бедуины такие Также верблюды Ладно там У них нефть нашли За счет нефти За счет денег Вот сейчас нефть кончится И конец Все Это будет пустыня Опять козы Верблюды Это опять Палатки шатры И ничего больше Нет И города будут пустые Все будет пусто То есть вопрос генетики Вот То же самое берем Пример Давайте смотреть на Турецкую Турецкую империю Османскую империю Турки Вытесненные монголами Турки Переселяются Через северный Иран В 13 веке Они переселяются В 12 веке Они начали переселение Вот Они вторгаются Ну вообще-то Переселение волна за волной Шла где-то с 10 века Турецкие племена Из Туркестана Проникать стали На территорию Взантийской империи Но империя Сначала сопротивлялась Потом она перестала Сопротивляться У нее уже сил не хватало Для борьбы И что получилось Когда пал Константинополь В начале 15 века Турки распространяются По всей Византии Сколько турк-то было То их было ерунда Их было немного Ни один народ Который занимается Экспансией Не может Ведь часть народа Всегда остается Она не может уйти Вот нам говорят Переселение Великое переселение народов Опять сказка Историческая сказка То есть уходит 30% А 70% остается на месте Даже кочевые народы 70% живет на месте 30% движения какое-то То есть 30% Теперь вспоминаем Наш Туркестан Огромные территории Там пустыня Там нехватка воды Где-то 5000 лет назад До нашей эры Уже началась Эта засуха страшенная Там тысячи рек Просто погибли Озера погибли Реки погибли Болото, леса Все погибло Там пустыня Сплошная пустыня Много ли там было населения Там было немного населения То есть турок как таковых Было мало Их было Но 30% переселило 70% в Туркестане осталось Сколько сейчас там в Туркмении турок Это те же самые турки Говорят, часть якобы ушла на Русь Да, ушла на Русь Какая-то часть Их называли на Руси торками Не турками, а торками Они смешались с русскими Потому что в то время Они были такие же, как и русские Это скифское время было Так вот, смотрите Турок в Византийской империи Балагорска Их совсем немного было Но они сумели За два века После завоевания Вот буквально захватили В начале 15 века Захватили Константинополь Прошло два века Образовалась мощнейшая Османская империя Без греков Без византийцев Куда византийцы делись Они что, испарились, ребят? Они же не испарились Вот удивительно Как это выстояли иранцы Иранцы смогли Но, наверное, иранцы выстояли Благодаря парсам Парсы приняли Ужасные унижения Парсы приняли Самые страшные пытки То есть парсы Все, что могли Они делали Лишь бы сохранить Зарастризм Сохранить чистоту своей крови Парсы до сих пор Голубые глаза Волосы русые Вот У них язык древнеперсидский Они между собой говорят Это древнеперсидский Это точная копия русского языка Фактически Южно-русский говор Когда попадают русские к парсам Либо в Пакистан Либо в Иран Русские поражаются С парсами говорить проще Чем с поляками Это потрясающе То есть язык очень близкий Хотя нам внушают Есть иранская линия А есть там Славянская линия Какая иранская? Один и тот же А те же самые корни Так вот Понимаете парсы? Вот благодаря парсам Очевидно Выстояла Выстояла вот Иранская вот эта вот Нация Она смогла Выдержать вот это Мощное генетическое давление Сами парсы Они как бы являлись Знаменем На них равнялся Вот этот этнос иранский Он устоял Да вот как-то Но у византийцев Не было этого Византийцы были христианами У них не было Вот этих корней ведических И христианство Кстати и ислам Они очень близки Там даже Исса в исламе существует Так сказать Они его принимают Не как Бога Но Иисуса Христа А как пророка Поэтому ничего страшного Они моментально Пере что? Перестроились Они приспособились Как турки действовали? Они захватили власть Везде Да? Вот И предложили Условия Если ты христианин Платишь налог огромный Дурной налог 60-70% И даже больше Как хочешь так и живи Вот Плати этот налог Принимаешь ислам У тебя налога нет Там у тебя 5% Есть налог Естественно Экономическое воздействие Моментально Этот процесс Начался раскручиваться Раскрутился То же самое Сейчас ждет Германию Ведь если взять Арабов Если взять Турок Они вот это все Сохранили Они отлично знают Это у них Национальная черта Они отлично понимают Как завоевать Без войны Ну допустим Без войны не получилось В средние века Война была и в Иране Война была и в Византии Но когда захваты произошли Они моментально Перестроили Тех же самых Византийцев В турок Мы сейчас говорим Турция Турция Какая хрен Турция Там Византия Византия там Там турецкий язык Это так Культура турецкая Это так Греков осталось Совсем немного Те которые вроде парсов Вроде парсов Уцепились за свою культуру Христианскую И там их Папаца Можно пересчитать В Константинополе Там несколько кварталов Греческих И немного греков Живет на севере Вот в Малой Азии В Каппадокии Все И больше нет Еще в Анатолии Там на юге Живут там Несколько тысяч греков Которые не приняли Ислам И так они постепенно Что вымирают Вот Вот что получилось И вот теперь Это ждет Вот это вот все ждет Европу Францию Испанию Португалию Естественно Вот и Германию Мы в Германии Когда посмотрели Что там происходит Это страшно Просто страшно Турки кругом Все схвачено турками Турки рвутся к власти Их пытаются как-то сдержать Но вопрос Здесь вопрос времени И Византия тоже не сразу была Отуречена Там два века прошло Поэтому И здесь через пару веков Наверное Германия превратится В исламскую страну В исламскую страну превратится Франция Там будут сплошные мечети Стать Там будут По утрам И намаз совершать И в полдень И вечер В смысле На закат солнца Будут молиться Стоя на восток Вот такая ситуация Понимаете что происходит Вот так Ну а откуда это все Вопрос Ведь это же Нам пытаются вбить в голову Это случайность Это вот так не получилось Нам говорят что это все Все это Дескать Вот это Так сказать Естественные процессы Нет ни одного Естественного процесса Запомните Нет ни одной случайности Все что происходит На историческом Вот поприще Везде Вот где Куда бы мы не сунлись Где происходят Какие-то события Исторические связи Какие-то цепи Какие-то исторические Везде все продумано Каждая мелочь Продумана Все Все буквально решается Вот Решается определенными силами Которые ведут Ведут свою линию Эта линия идет И куда она идет Она ведет Гибель белой расы Как таково Ведь сейчас пойдет Германия Уже ничего не остается От Норвегии Ведь что происходит В Норвегию просто Негров завозят насильно Они даже не хотят ехать Там холодно Все такое Их там Снабжают деньгами Там дают им подъемные Говорят там будете работать Детей воспитывать Просто завозят туда Ведь новый проект Я когда в Германии Сказал про этот проект Я его знаю Все это знают В России А немцы не знают 50 миллионов негров Переселить в Европу Якобы Для обновления Старой крови Для освежения Генетики Они Внаглую Говорят А кто говорит Вот для интереса Посмотрите Того же Дэвида Айка Или Ребят Которые говорят О сионизме Понимаете Вот У него Это Проскальзывает Ведь Там Я не буду Говорить Так вот Что все Евреи Они все Мерзавцы Там Сионисты Очень много Среди евреев Есть Великолепных Людей Вот я только что Говорил про Феймана Да Вот Но Ведь Вся эта пропаганда Проводится Проводится Вот именно Вот этой Этой вот Прослойкой Они с пеной урта Доказывают Что нужно Обновить кровь Обновить кровь У норверцев Обновить кровь У датчан Обновить кровь У шведов Конечно же У немцев Ну старая кровь Ну заскорозлая Ну вообще Ни на что не годная То ли дело Туда негритянскую Плеснуть А что получится Потом Главное Это нужно Разрушить Генетику Белой расы Опустить Как это происходит И зачем Это разные вещи Вот как Это один вопрос Зачем Другой вопрос Если все это рассказывать Это потребуется Сутки Я не хочу сейчас Это все говорить Для чего это Это Отдельная тема Она очень большая И серьезная Я для чего Сейчас начал Все это рассказ Все Потому что Эта тема у меня Раскрыта в книге Книга выйдет 1 июня Вот этого года Она выйдет Это Моей серии Значит Да Вот пятая Одна из И там пятая книга Она не совсем пятая Потому что пятых Будет две Одна Первая книга Вот первая книга Она только посвящена Информационным технологиям Вот она как раз В ней все рассказано Я сейчас не буду об этом Говорить Потому что Нет времени Ну вот теперь Посмотрим Что же получилось Какая сила Воздействует На земной социум Полностью Какая сила Воздействует Значит Вот какое дело Нам Предложили историю Нам предложили Историческую науку Всем Не только нам И неграм И попуасам И даже марсианам Кому угодно То есть Не ту историю Какая на самом деле Не те факты Ведь Нам говорят Одно На самом деле Все по другому Смотрите Ведь Есть мифология Мифология Я хочу о мифологии Немного поговорить Которая полностью Полностью Раскрывает Тему истории Но нам говорят А мифы Это вранье В мифы вообще Верить нельзя Это все сказка Это красивая выдумка Это фантазия Да Никакой фантазии Здесь нет Мифы для того И создавались Чтобы сохранить Древнее знание И донести его До наших времен Дело в чем Язык меняется Меняется Азбука Меняется Буква То есть Все меняется Время Уходит И одни народы Исчезают Заменяются Другими народами Вот Но Вот это вот Народное творчество Когда передается Знание Из уст в уста Оно никуда не девается Например Один народ Он уже Вот-вот Скоро исчезнет Но у него Огромный пласт Остался Культуры Эта культура Она частично Перетекает Другой народ Который приходит На смену Этому народу Вот посмотрите Примерно Это Культура Юга Месопотамии Культура Убайт Или Убаит Она была Заменена Потом Со временем В четвертом Тысячелетии Пришедшими С севера Шумерами Но Но вся Культура Убаит Она Перетекла В шумерскую Цивилизацию И сохранилась И мифология Сохранилась Даже больше В Убаит Сохранились Не только мифы А сохранились Вещественные доказательства О присутствии На земле Тварей Инопланетных Только В этой культуре Найдены В захоронениях Статуэтки Рептилоидов У меня В первой книге Там хорошо Это показано По-моему Там во второй книге Что-то есть у меня То есть Понятно И вот Шумеры Это Донесли до нас То есть Все вот это Уже шумерские мифы Говорят об аноннаках То есть Понимаете Мифология Она рассказывает Правду Наша мифология Русская Или будем так говорить Арийская мифология Германская мифология Она вторична Германская мифология Она претерпела Серьезные изменения В плане Когда немцы Приняли католицин Там ломка была Страшенная Почему Я расскажу сейчас Почему Потому что У нас Меньше Эта беда Прошла А у них Очень серьезно Вот Ну и И в германской мифологии Там сохранено Тоже много Там Предания о борьбе С драконами Там Великий Зигфрид Там идет Сигурд Еще один герой Скандинавский Который тот же Зигфрид Собственно Один и тот же герой Одно и то же имя Он тоже борец С тьмой То есть Это Все есть Так вот Что я хочу сказать Что Мифология Это единственное Единственное Вот это вот Цепь Цепь Передачи Информации С глубин С очень древних Глубин Я только хочу Пример один привести Чтобы мне поверили Вот Пример того Как в Аризоне Упал якобы Гигантский астероид Астероид это упал Или не астероид Я сейчас на эту тему Говорить не будем Там не астероид упал Там от него Ничего не нашли Это был взрыв Мощной водородной бомбы Там гигантская Что Воронка Но Прямо они говорят Индейцы Что здесь Огненный столб Стоял Гигантский Все к углам Выжгал Все сгорело То есть А упал Этот вот Мифический Или там Сказочный астероид Якобы Как говорят ученые Академики На самом деле там Я еще говорю Не астероид был Он рухнул Примерно 35-40 тысяч лет То есть Легко 35-40 тысяч лет Мифология Индейцев Доносит До нашего Времени События Понимаете Легко Это Представьте себе Пространство Времени Оказывается Это не предел Если Рассматривать Древнейшие Пласты Мифологии Они говорят О более Древних Временах О том Что лунные Например Не было Вокруг земли Она не летала Что Были целые Долунные Народы Например Те же Аркадийцы Которые Жили якобы На юге Малой Азии Их так и называли Долунные То есть Они очень древние Фригийцы Они тоже были Долунные То есть Они жили тогда Когда еще Лунной не было То есть Опять память о том Что луны Вообще Около земли Не было Но не было луны А потом появилась Эта луна Да Вот Все это Есть в мифологии Вот И вот теперь Я хочу вам Опираясь на мифологию Потому что В мифологии Все это сказано Это можно доказать Используя мифы Вам я хочу Рассказать Как Все началось Потому что Не зная Начало Не зная Куда нас ведут Вот Нам бесполезно Мы ничего не изменим На земле Нам Нам просто Мы сами не знаем С кем бороться Это борьба с тенью Это пустые Пустая трата сил Вот теперь Я хочу вам Ваше внимание Обратить Значит Вот что Земля наша Наша планета Является планетой Первого порядка Существует три вида планет Планеты первого порядка Планеты второго Планеты третьего порядка Почему считается она Планетой первого порядка Объясняю Потому что Очень много Полезных ископаемых Которые находятся На поверхности планеты То есть Масса тяжелых элементов Лежат в коре Не надо их добывать Из вакуума Как это Некоторые цивилизации Делают А они готовы То есть Что вы получите Из вакуума Какое-то тоже Железо Например Или там Марганец Или там Хром Или еще что-то Это требуется Огромные затраты Энергии Это надо Строить Определенные заводы Что-то делать Такое Что Что это Ну Возможно А тут готово Не надо ничего То есть Бери и используй Вот это планета Первого порядка Когда на нее Приходили люди То есть Разумные существа Из космоса На нее На нашу планету Множество раз Приходили Расы Космические расы Одни расы Гибли Принимая Вот Что Экономические возможности То есть Не создавая ничего Вот Космического На земле А пользуясь готовым Они просто-напросто превращались В то, что мы превращаемся сейчас В настоящее время То есть Мы в кого превращаемся сейчас В обезьяну Да, будем так В обезьяну То есть Техника развивается Человек сам деградирует Это Это элементарно Все психологи Это хорошо знают Развитие Техногенной цивилизации Ведет к гибели самого человека Вот Но были цивилизации Которые Понимали Что вот эта планета Первого порядка Что очень много Здесь всего Буквально на поверхности Но они продолжали Развитие космические То есть Развивать космические технологии Они какое-то время Здесь жили И снова ушли в космос От них остаются Остались Пирамиды Города древние Остались Значит Очень много Артефактов Именно о тех цивилизациях Которые ушли Вот Я не буду говорить Какие это Можно посмотреть Это сплошные руины Восточная Сибирь Это Алтай Это руины Горная Шорья Вот недавно Я тут узнал Это руины Северная Америка И Южная Америка То есть Куда ни сунешься Это гигантские Эти галереи Подземные Квершлаги Пустоты В самой земле То есть Вся земля Это памятник О погибших И ушедших На другие планеты Цивилизациях То есть Это как Транзитная Вот такая вот Планета наша Приходит Какое-то время Обживается Набирает силу И дальше идут Другие же остаются Начинают раскручивать Цивилизацию техногенную И превращаются В новый вид обезьяны Мне могут Возразить Сказать Что это не так Но я могу Легко это доказать Потому что я биолог Сам и знаю Что говорю Пример тот Что горилла Например В утробе гориллы На восьмом месяце Восьмой месяц Она на девятом рожает Она на восемь месяцев Так вот Внутриутробный Зародыш у гориллы На восьмом месяце Копия человека В обезьян Он превращается Уже на девятом месяце Там буквально За пятнадцать дней Все Если взять Вот Внутриутробного Ребенка гориллы В восемь месяцев Он им Почти не отличается От человека Это все то же самое А потом обезьяна Могу доказать Еще вот как Что У кармонионцев Например Объем Черепа больше Объем мозга Больше Чем у нас Череп больше Толщина черепа У нас Сейчас увеличивается Например Взять Гибридные расы Тех же австралийцев У них черепная коробка Небольшая Мозг уменьшается То есть происходит Процесс Озверения Настоящий Процесс Озверения А австралийцы Вспоминают Времена Когда они ходили В космос Когда они не жили Родами-племенами Когда стояли Огромные города То есть Это потомки Какой-то Очень древней Погибшей Мертвой цивилизации Я не буду Эти примеры То же самое Говорят папуасы То же самое Рассказывают Рассказывают Другие народы Те же полинезийцы Людоеды Так что Вот такие вот дела Так вот На Земле Несколько Миллионов лет назад Угасли Две Сразу параллельно Две космические цивилизации Одна более Вообще Там целых три Получается Но Про Самую древнюю Пока говорить не будем Потому что Это австралопитеки Все виды австралопитеков Потому что Она Это Вот эти австралопитеки Они сыграли Серьезной роли В становлении Современно гибридных Рас Они просто ушли Своим путем Они так и Растворились Ну вот Пятиконтропы Да И неандертальцы Эти сыграли Какую-то роль Получилось что Что Медленное угасание Медленная дегенерация Довела До обезьяны Предков Вот Пятиконтропов Вот И То что мы называем Архантропом Неандертальцев Например Я простую вещь Вам могу сказать Чтобы вы мне поверили Можете проверить Меня хорошо Есть С чем сравнить Посмотрите Господа Рисунки Доктора Кабрера То что он собрал Вот И целый там Музей его рисунков Там Показана Раса Неандертальцев Большеголовые Так их и называют Огромные головы Типичное строение Неандертальца Мощные носы Мощные челюсти Но они еще не были Неандертальцами Они еще были В какой-то степени Культурными Это как раз Эти вот Литотека доктора Кабрера Она показывает Процесс Увидания Гибели Этой расы Вот Они охотятся На динозавров Они там добывают Мастодонтов Они там добывают Каких-то Доисторических зверей Которых мы даже Вообще не знаем Но это как раз Момент Когда Вот эти вот Они еще были Культурными У них там Какое-то оружие Даже огнестрельное Но уже пользуются Холодным оружием То есть Начинается процесс Еще немного И полное Идет озверение Вот Так вот Значит Две расы Первая раса Это Неандертальская раса Вторая раса Это Раса Пятиконтропов Вот Две гибридные расы Две гибридные расы Они Оказались На земле Когда пришли Наши предки Так называемые Белые боги Наши Приход наших предков Примерно Да Вот сейчас Прослеживается Если верить работам Майкла Крема И Ричарда Томпсона Примерно 18 тысяч лет То есть 18 тысяч лет На землю Из созвездия Ориона Пришла Белая раса Есть Предположение Что Не только созвездия Ориона Но и созвездия Сириуса То есть С двух созвездий Белая раса Пришла То есть Одна часть Белых людей Очевидно Они были очень близки Очевидно Они осваивали Дальний космос Потому что Созвездия Большого Пса Вот в смысле Где находятся Сириус И созвездия Ориона И находятся рядом То есть Один участок космоса Очевидно Там были какие-то У них связи И они оказались На земле Получилось так Что Долгосрочные базы Долгосрочные города Возникли Несколько позже Почему они возникли На островах Именно на островах Все началось Вы наверное Должны знать Почему Потому что Дабы не беспокоить Местное население Потому что Вы наверное понимаете Знаете что Закон Кармы Или закон действия Если ты будешь Завоевателем Будешь истреблять Население Местное То сам В конце концов Окажешься на этом месте Как говорил В свое время Один из пророков Я не буду называть Его имени Как аукнется Так и откликнется Это как раз Закон Кармы Так вот Была заселена Территория Севера Территория Севера Вот Севера Евразии И была заселена Долгосрочными базами Территория То что сейчас Называется Современная Атлантида Наши ученые Придуриваются Говорят что Атлантиды Якобы никогда не было Ну это и понятно Почему они так говорят Потому что Все что сейчас происходит Это оттуда все и идет Так вот Вот у меня это и показано Вот Раса белых богов Раса белых богов Вот она И эта раса пришла Вон там наверху Мне написано 18 тысяч лет То есть Миллионов лет Вот 18 миллионов лет Примерно Это древние Первые древние Эти самые Базы Они эти базы Были по всей земле Разбросаны Вот Я не буду говорить Сейчас просто Времени нет Но даже в Кемеровской области Моей первой книге Там описана Именно такая база И даже там кладбище найдено Именно белых людей Точная копия русского человека То есть Голубые глаза Серые глаза Русские волосы Белая кожа Все то же самое Да Вот И это Это вот Цивилизация Цивилизация Она была расселена Она на севере возникла Вот И на территории На материке На огромном острове Который Находился В Атлантике Существует еще одно Цикл преданий Именно Тамилов Это на территории Индии На юге Индии И Шри-Лан Или Цейлон Или Шри-Лан Где Рассказывается О древней Лемурийской Цивилизации Вы Должны еще Одну Одну вещь Запомнить Дело в чем Нам пытаются Бить в голову Что Лемурия Это как раз Гигантский материк В Тихом океане Ничего подобного Лемурия Это не Му Гигантский Тихоокеанский Му Это совершенно Другой материк Лемурия находилась На юге Индии Она сразу За Мадагаскаром Там сейчас Города Кстати находят Прямо Прямо вот Недалеко В 30 метрах Глубины Эти города Брошенные И даже есть Предположение Что якобы Эти города Строили русалками Да никакими Они не русалками Строили Эти города Не русалки Строили Эти города Это люди Строили Когда Вся эта площадь Гигантская Плато Она стояла На поверхности Но вот Лемурийская Раса Она была Черной И Предание Вот И Индийцев И Жители Шри 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 Ланки Или Цейлона Томилов Рассказывают Что Лемурийцы Пришли С одного С одной из планет Созвездия Сириуса То есть Они были Кожа у них была Черная Но это были люди Нормальные люди То есть Генетически были Абсолютные Это была Космическая Мощная Раса И вот Две эти расы Раса белых богов И Лемурийская Раса Собственно Они вот Лемурийцы Они захватили Юг Вот Тоже Островную часть Я не буду Рассказывать Как это было Когда они Даже Был момент Когда Лемурийцы Были в Африке То есть Африканский континент Тоже был ими освоен Но это уже Другая тема Я не хочу На ней останавливаться Так вот Получилось так Что две расы На земле Две расы И Постепенно Постепенно Началось Сближение Двух этих рас Возможно Был даже Язык древний Очень похож Лемурийский язык И язык Вот Пришельцев Из космоса Я не хочу Обижать Ни балтов Я не хочу Обижать Немцев Я не хочу И французов Я никого Вообще Не хочу Обижать Но дело в том Что есть Серьезные работы Наших ученых Вот В том числе Даже того же Нашего Чудинова Который Находит Писаницы Написанные Вот Вот На камнях Камни сохраняют Все это Ну Например Вот он Нашел Венеон Нашел Американцы Нашли Где-то В Канаде Какую-то Каменную Стелу Там написаны Русскими Словами Несколько Фраз Русским Языком Причем Современным Русским Языком Что поражает Современный Русский Язык Выходит Он за Миллионы Лет Мало Чем Мало Изменился Американцы Предположили Что это Примерно 230 Миллионов Лет Назад Это Вот Было Написано Но Сам Даже Чудинов Изучая Вот эти Письмена Он говорит Это Слишком Ну Просто Не Верится Ну Может Быть Это Ну Не 230 Миллионов Ну Может Миллионов Там Ну 5 6 Ну 10 Может Быть Но Это Слишком Большая Цифра Вот Хотя Американские Геологи Говорят Это Не Менее 200 Миллионов То есть Это Очень Древнее Это В одном Из Фильмов Я Это Все Посмотрел Вот Я Хочу Что Сказать Что Русский Язык Образный Мощный Именно Не Современный Русский А Вот Древний Русский Который Сейчас Забыт На 50% Мы потеряли Значение Многих Слов Если Даже Не Больше Чем На 50% У У нас Язык Бытовой Остался А Вот Язык Космический Вот Пласт Вот То Вот Это Направление Космическое Мы Утратили У нас Его Нет Вот Но Этот Язык Именно Вот Этот Язык Он Являлся Языком Космического Общения Рас Но Наверное Эти расы Были Близки И Возможно Лемурийцы Говорили На Языке Близком Почему Так Можно Предположить Да Потому Что 15 Тысяч Лет До Нашей Эры На Территории Индии Возникает Цивилизация Сарасвати Смесь Выходцев Стихоокеанского Му Белой Расы Расы Белых Богов И Остатков Лемурийцев Они Говорили На Одном Языке Кстати Письмена Вот Письмена Лемурийцев Очень Похожи На Письмена Острова Пасхи Уцелевшие Язык Очень Похож Если Вспомнить Как Говорили На Острове Пасхи То Получается Что Язык Понимаете Корни Наши Я не буду Сейчас Говорить Это Другая Тема Она Нас Не Касается Так Вот Что получилось Дальше Две расы Потихоньку Стали Сближаться И стали Вместе Осваивать Планету И осваивать Огромные Территории Они не мешали Архантропам Медленно Угасать Дело в чем Есть Закон Который Повелевает То есть Закон Общий закон Мироздания Не вмешивайся Не лезь Не навязывай То есть У каждого Свой путь Зачем Лезь туда Где Тебя Не просит То есть Закон Свободы Воли Если Если Архантропы Стали развиваться В этом направлении Зачем Их не надо Трогать Они живут Своей жизнью Если Они Сами Изволят Желание Развиваться Они Вектор Поменяют Если Те же Неандертальцы Шли Путем Деградации И Вымирания Ну Значит И идите Милые Мои Так вот Чтобы им Не мешать Как раз И получилось Лемурия Это Островная Такая Вот Локальная Цивилизация Север Север Это Ариана Тоже Локальная Цивилизация Атлантида Локальная Вот примерно Так было Когда-то Это было Это было Более 500 Тысяч Лет До нашей Эры То есть Это вот Время Расцвета Время Расцвета Вообще Если Рассматривать Вдаль То получается Там Уже Миллионы Лет Там Уже Идут Миллионы Лет Но Я хочу Что сказать Что вот Эти Вот Тут у меня Нарисовано Р Р Раса Рептилий Так я и нарисовал Раса Или Космическая Раса Еще одна Это не люди Это совершенно Другие Твари Они Холоднокровные У них Огромные Черепа Нет Права Полушария Они работают Только в плане Логики Это мощные Логики Это Техногенные Мощнейшая цивилизация Вот Построенная По другим Законам Нежели Наша цивилизация Она Впервые Себя Показывает Полтора Миллиона Лет Назад Есть Предположение Полтора Или два С половиной То есть Плюс-минус Здесь Очень трудно Найти Время Когда Это было Но Примерно Можно считать Что Сначала Четвертичного Периода Когда заканчивается Третичное время На земле Резко Меняется Климат Земля Вся Превращается В лед То есть Европа Уходит Под лед Половина Восточной Европейской Равнины Под лед Урал Под лед Понимаете Что получается Все Даже Килибанжара Там До основания Пол Африки Все это Нагорье Вот Эфиопская Тоже оказалась Подо льдом Это вообще ужас В Африке Понимаете Вся Северная Америка Подо льдом Резко Меняется климат Почему Поменялся климат Что произошло Вот А легенды Рассказывают Кстати Наши Русские мифы Русские мифы Вот у меня написано Миссия Рина Вот у меня Вот она написана Пока вот Видите мы где С вами Вот только здесь Миссия Рина Что произошло Якобы Приходит Рин Чудовище Но это Человек Человек Красный У него Красная кожа Красная Все Он Другой Он другой Расы Но он Приходит В союзе С рептилиями И вообще Миссия Сказала Что он Сидел На драконе Дракон От ревого дракона Горы сравнивались То есть Все Все умирало И Он В космосе Создает Базу Свою Вот Дракон Строит Гнездо Базу И Оттуда С этой базы Он выжигает Планету Планета Гибнет На планете Исчезает Что Исчезают Океаны Планета Превращается В руины Все Все на ней погибает Люди Уходят Под землю Вы читаете Этот миф У болгар Помяков Он сохранен Миссия Ирина Борьба Велеса С Рином Это 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 Можете Найти Это Элементарно Вот Звездная книга Каледы Уасова Там это Хорошо сказано Этому мифу Тысячи Сотни тысяч лет Но Интересно Что он Говорит Серьезные вещи Понимаете Там Получается Это что Когда Какая планета Могла потерять Океаны Вот думайте Сами Какая планета Земля Мы потеряли океаны Они у нас высохли У нас У нас Разрушились города До основания Мы ушли под землю Мы же не ушли То есть Что получается Выходит Что в то время Был тендем Планет Уже был освоен Марс И была освоена Земля Луны не было Но Марс Земля И очевидно Какая то еще Планета Которая была За Марсом То что мы называем Астра Или Фаэтон По гречески Так вот Там как раз И образовалась База Рина И этой красной расы Которая пришла с ним И чтобы победить Рина Да Пришлось обратиться Нашим предкам Вот которые пришли На землю То есть У них не хватало силы Для борьбы Вот с этим нашествием Да Обратиться на метрополию То есть В мифе сказано Что обращение было На Сварага Свараг Кует меч Кладеницу Огненный меч Готовит к борьбе Велеса Велес прилетает На ковре самолёте То есть это всё Образно Красиво Происходит борьба С Рином Уничтожается Его Это самое Гнездо Орлиное Перья сыпятся Перья летят Падают На землю И земля вся горит Правильно В то время как раз И меняется климат В то время Меняется климат И в то время Гибель как раз Наступает гибель Великой Лемурии Видите как всё Вот миф Миф Вроде вообще оторван Да И вот тебе пожалуйста Мифы о гибели Лемурии Совпадают с нашим мифом о Рине Один к одному Это уравнение Если бы была математика Можно Если бы математическим языком показать То это будет точное уравнение Здесь Одно и то же время Земля получает удары Падающих перьев Гнезда Рина То есть земля колеблется На ней всё сносит Почему такое оледенение Потому что земля утратила Полюса бегать начали Она утратила устойчивость Чтобы остановить этот процесс Надо было что-то делать Спасти нужно было планету Как её спасти Вопрос серьёзный Это вопрос жизни и смерти Стал тогда И что получается Что победив этого Рина Всё-таки Велесова победил Но как победил опять Ребята понимаете Вот читайте этот миф Там же всё сказано То есть он уничтожил гнездо Он создал условия Для гибели этих тварей Вот этих драконов Но Рин уходит под землю Он проваливается под землю И находит там себе базу Под землёй То есть инъекция произошла Этих вот тварей Рептильных Инъекция То есть земля была заселена Марс погиб Земля заселена И даже в мифе сказано Как Велес Отправляется к этому Рину Чтобы там с ним Так-так договориться Как-то И там он погибает Вот вам и миф Можно конечно сказать Что это враньё Что это сказка Что это всё придумано Это пускай говорят учёные Купленные Продажные Которым платят за то Чтобы они вот врали Вот так На самом деле миф вот такой Страшный миф И вот с этого момента И начинаются наши беды на земле Земля получила инъекцию А нашим предкам пришлось Вот почти около 500 тысяч лет Спасать планету от разрушения То есть вот пока длился Этот ледниковый период Всё это время А он длился Немного немало Полмиллиона А некоторые учёные считают Что и миллион с лишним Если геологам верить То получается миллион То есть выходят наши предки Что делали Они строили Луну Им было Чтобы спасти Землю Нужна была Гравитационная сила Которая бы удержала Качание Земли Вот если вы Для интереса можете попробовать Взять Взять этот самый Ну Юлу Вот Юлу раскрутите Юла пошла Да Помните детская игрушка Юла А потом берёте какой-нибудь камешек Бросьте на неё Юла Хамушек отбросит А потом восстановится И будет крутиться Некоторое время ровно А потом раз упадёт И опять потом встанет И опять будет крутиться А потом снова упадёт Вы понимаете Вот этот момент Физический момент Очень серьёзный И вот Земля Почему не могла выйти Из этого кризиса Климатического кризиса Понимаете Потому что Она всё время Что заваливалась Планета колебалась Она качалась Планета Луна И сейчас Держит нашу планету От качания Убери Луны Луна Она качнётся И будет то же самое Опять ураганы всё снесут Опять наступит Новый ледниковый период Причём страшный период Начнётся Может ещё хуже Чем было Вот в чём дело Так вот смотрите Что получилось Наши предки Строили в это время Луну Луна Я не хочу Останавливаться На своих Книгах Потому что я Вам рассказал Одну из древних сказок Древнюю Бессмысленную сказку Идиотскую сказку Вы запомните Чем бессмысленнее Чем дурацкая Вот когда дурацкая сказка Она вот Ни о чём Буквально Какая-то ерунда Вот тот же колобок Ну что такое колобок Ну колобок Там старик Старуха Сделали Там медведь Там волк И в конце концов Лиса сожрала Этот колобок О чём сказка Сказка-то ни о чём Но дело-то в том Что как раз Такие сказки Являются Ведами Это сказка Веда Которая может Пройти миллионы Она так построена Что детям Про колобка Будут рассказывать Ещё тысячи Тысячи И даже миллионы лет Только нужно понять Что такое колобок Это луна наша Которую поймали Ядро разрушенного Разрушенного фаэтона Собрали Сблизили Куски астероидов Построили А потом сняли Часть земной коры Сняли И земную кору Телепортации Перенесли Построили Построили Оболочку Луны Создали Этим Ядром Магнитным Мощное Поле тяготения Луна В шесть раз Слабее Там тяготение Чем на земле Понимаете Объём Огромная пустота А гигантский Там внутри Огромные пустоты Между астероидами Там Которые собраны Внутри Луна Это искусственная Планета Это надо понимать Земля просто не имеет Права такую планету Иметь По законам Физики Большие Гигантские Планеты Имеют Спутники Тот же Епитер Ту же Европу Имеют И другие Три спутника А Земля у нас Она маленькая Это искусственная Луна Вся искусственная И тем более Когда Геологи взяли Анализы Нашего Грунта Ну Далеко Не от чего Ходить Вот Почему остановилась Работа Например Той же Той же Скважины 10 км Пробурили На Кольском Полуостре Потому что Натолкнулись На лунный Грунт Мантия Чистая Лунная И было доказано Что Луна Что Земля Одна холера То есть Брали Вот эти вот Из океанов Брали огромные Пласты Именно из океанов Брали Пласты земной коры То есть Брали сиам Не сиам Не силициум А люминий А сиам Именно силициум Магний То есть Вот тяжелые куски Которые из океана И переносили на Луну И Луна строилась Но в это время Когда Луна строилась Была вторая инъекция Этих тварей Об этой инъекции Уже написано Уже написано В мифе Об Атрахарсисе 500 тысяч лет назад Появляются анунаки На этот раз Они появляются На Земле Уже не как враги Они появляются Как друзья Как свои То есть Они приходят якобы За помощью Им нужна помощь В мифе сказано Что им нужно якобы золото Потому что планета Нибиру Теряет атмосферу Золотые иглы Сохраняют эту атмосферу Какое золото? О чем речь? Это опять миф Написанный в позднее время И кто писал этот миф Тот пытается доказать нам Что они просто так прилетели То есть понимаете Миф не написан тогда Вот не 500 тысяч лет Написан миф Он позднее написан Намного позднее Он написан буквально Вот Может быть 5-6 тысяч лет назад Вот Никакого золота Анунакам не надо было Дело не в золоте Они могли это золото получить Если наши алхимики Получали золото Сейчас уже доказано Что получали золото В большом количестве Из свинца Из ртути Да То эти-то наверное Были покруче наших алхимиков Ну вот так И что получилось Смотрите Вот Здесь Стрелка показывает Инъекция Это наша планета Вот они куда попали А вторая группа ушла Они ушли А потом вернулись И теперь они вместе Вместе действуют Из-под земли Потомки Ирина Да И пришедшие Анунаки Действуют в одном направлении Что же они делают Создание гибридных рас В нарушении Общих законов Мироздания Создание на земле Искусственно гибридных рас Вопрос вам Зачем Знаете зачем Чтобы потом Эти гибридные расы Объявить Такими же Как и белая раса Раса белых богов Одинаковые То есть мозгов Столько же Инстинкты такие же Все то же самое И культура у негров Она равна культуре Тех же немцев Или там Датчан Или русских Понимаете Все одно Количество клеток Мозговых Все То есть люди Совершенно оказываются Одинаковые Даже само понятие Человечества Возникает Да нет Никакого Человечества Существуют Очаги Где возникли люди А общего Человечества Не существует И его не может Просто быть На земле Потому что Каждая раса Черная Желтая Белая Вообще Из космоса Имеет Разное Происхождение И разный Уровень В этом И сила Либералов В этом Сила Их Теории Для чего Это было Все сделано Как вы думаете Для чего Вот тут У меня нарисовано Черная раса Возникает И желтая раса Желтая на востоке Черная на юге Черная Почему А лемурийские Гены были Использованы Взяли Лемурийские Гены Лемурийцы Еще остались И Сами Сама кожа Архантропов Была Темной Добавили Лемурийские Генов Получили Негров Можно сказать Что Какие-то Негры Наверное Еще получили Каких-то Других Другие Гены Может быть Даже Астралопитеков Но Сейчас Трудно Сказать Скорее Всего Это были Все-таки Вот если На юге Африке Там Прослеживается Пятиконтроп Плоское лицо Тоже Гатинтот И Этот Самый Бушмен Там Плоские лица Узкие глаза Это Типичный Признак Типичный Признак Пятиконтропа А Банту Центральная Африка Там Неандертальский Признак Там Неандертальские Признаки Пятиконтропа Все смешано С добавкой Лемурийских Генов Черная Получилась Раса А На востоке Еще проще На востоке Еще проще Получилось Что они сделали Они взяли Синантропа Китайского Человека Добавили Расу То есть Гены Вот в эту расу Желтую Вернее Расу этих Архантропов Гены Белого человека То есть Наших предков Ведь Взять гены Это можно что Из волоса Выдрать Там несколько Волосинок Использовать То есть Можно найти Эти гены Где угодно Пойти в парикмахерскую Набрать Что угодно Ногти Это все Тоже все гены То есть Украсть эти гены Было легко И параллельно Вот создав Две расы Параллельно Вот тут мне написано Либеральный демократический проект Вот он Вот откуда Начал действовать Либеральный демократический проект Для этого И были созданы Две гибридные расы Очень красиво Было оформлено Они заявили так Мы создаем эти расы Чтобы они нам помогали Вот в мифе Об Атрахарсе написано Чтобы они помогали Добывать золото Да То есть Рабов создали для себя Да На самом деле Они могли искать по другому Мы хотим облагородить Так сказать Вашими генами Облагородить Гибридов Вернее этих Архантропов Которые здесь живут Теперь они гибриды Они будут развиваться Они будут догонять вас Белую расу На земле То есть Здесь можно сказать Все Благородная миссия Взяли Синантропа Превратили в китайца Древнего Взяли Пятиконтропа И неандертальца Смешали Добавили Кровь Лемурийца Получили Негродную расу Которая тоже В общем-то Имеет право На жизнь Почему не имеет? Имеет Но был нарушен закон Был нарушен закон Собода воли Их спросили Вопрос Спросили Синантропов Нужны им были Эти гены Или спросили Тех же Неандертальцев И пятиконтропов И Добавили сюда Еще Генетику Лемурийцев Их же не спрашивали То есть это было сделано Вот таким вот образом Понимаете? Вот Если так Если так То вот этот проект Был весь Этот проект Весь был Преступный проект Он и есть преступный Никуда от этого не денешься Это был преступный проект Понимаете? Вот И либеральная демократическая идея Она вот и В то время родилась То есть Для чего созданы были Эти две рации? Чтобы потом объявить их Равными белой И смешать Вот то Что я начал рассказывать Вам в начале Этой лекции Понимаете? Вот дальше идет Что здесь? Дальше у меня вот Показаны две стрелки Вот Здесь показано что? Раса белых богов Она распадается На две половины То есть Здесь вот Я уже говорил Атлантида Ариана Вот И Здесь У меня показано Вот Два меча Скрещены Это война Как получилось? Почему эта война Получилась? В чем дело? Почему столкновение Между расами Причем смертельное Столкновение Примерно 40 тысяч лет назад Я вот что вам скажу Вся земля покрыта Сплошными руинами Когда путешествовал По Центральной Азии Рерих Во время своей экспедиции Он приходил в ужас Такламакан Гоби Огромные степные просторы Города Разрушены Без названий Только руины 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 И все эти города Оплавленные Температурой Гигантской температуры И Значит Рерих решил Что это была Психическая энергия Применена И такая была Мощь этой энергии Что камень плавился Как вода Тек Понимаете? Это Это вы можете Рерих почитать И узнать Что это было Что это есть Как его экспедиция Прошла То же самое Наши Исследователи Тот же Семенов Тяньшанский Тот же Прыжвайский Все это было Это и сейчас есть Вся территория Восточной Сибири Сплошные руины В Западной Сибири Здесь Большие Много осадков Здесь Меньше Это заметно 40 тысяч лет Сложно Что-то отследить Но если посмотреть На Увалы Их изучить Северные Увалы Там нам Можно тоже найти В горах Все что угодно Но на Алтае На Алтае Горной Шории Там явно Прослеживается Время Время 40-50 тысяч лет Разрушения Сплошные разрушения Как получилось Что цивилизация Белых богов Скрестила Между собой оружие Почему Раса белых богов Стала уничтожать Сама себя Это вопрос Который До сих пор Требует Объяснения Никто его не знает Непонятно Что произошло Можно только Предположить То что война Была Это точно Вы возьмите Работы Почитайте Работы Того же Шемшука У Шемшука Это неплохо Сказано Там он по другому Правда Это все Говорит Но Он говорит Якобы Что наша раса Боролась С рептилоидами Ничего подобного Она Рептилоиды только что Они до сих пор Занимаются своей работой Они просто управляют Они Они Дирижируют Процессом Который идет на земле Просто дирижируют И больше ничего Вот Я хочу что сказать Что Как раз Вот у меня тут Перекрел Видите стрелки Уходят сюда Одна уходит сюда Одна сюда Вот это как раз Эти вот стрелки Показывают Рождение Рождение Тайных неизвестных Вот написано Тайные неизвестные Две черты Тайные неизвестные Кто такие Так вот Что они сделали Создав Две гибридные расы Создав Две гибридные расы Они умудрились Взять Гены Свои гены Рептилоидные гены Вот эти вот Космические гены Вот И внедрить Эти гены Частично В белую расу Расу белых богов А частично В гибридов В африканские гибриды Которые были уже созданы Гибриды африканские Несколько позднее Получили эти гены То есть что Семиты Часть семитов Не все семиты Часть семитов Вот И Частично Белая раса Белая раса Причем интересно Они сделали Они лихо поступили Они дали знания Знания Сокровенные знания Управление Захватом власти Белым дали знания По психологии По управлению А Семитам Которые получили Рептилоидные гены Вот В Африке На востоке Африки И в Аравии Они дали Знания По финансам То есть Тогда О финансах Вообще речи не было То есть Арийский мир Жил без денег А финансовая структура Банковская система Управление Через деньги Заставить людей Работать за бумажки Это все было создано Космической цивилизацией И внедрено Внедрено Нам Нам это навязали Не верите Смотрите фильмы Американские фильмы Много сказано Уже на эту тему Вся финансовая система Она построена Не нами Не земной цивилизацией На земле Никогда Финансов не было Вообще Пока не пришли Вот эти вот твари А вот Через своих Тайных Неизвестных Они это прокрутили Создали Две группы Для чего Две группы Одни имели Одни знания А другие имели Другие знания Чтобы со временем Чтобы сразу Не включить Вот эту вот Беду Которая сейчас Нужно было время И вот это время Как раз Пришло И две цивилизации То есть Две Одна Гибридная цивилизация Тайных Неизвестных Азиатская Продвинулась В Европу А в Европе Уже была Группа Я их называю Эллиминатами Да И они Встретились Нам Рассказывает Бабушкин сон Бред зеленой Кобылы О том Что Британцы Вот только В 18 веке Издали закон Даже некоторые Говорят Якобы В 19 веке Даже год Называют Когда им Разрешили Лордам Так сказать Смешиваться Да Смешиваться С этими С евреями Будем так говорить Ну С азиатами Ничего подобного Это смешение Очень давно идет Оно началось Это смешение Примерно С 11 века Даже может быть И раньше То есть Со времен Первых крестовых Походов Со времен Первых крестовых Походов Уже тогда Началось смешение Дело в чем Никогда бы У папы Римского В то время Не хватило Средств Чтобы Финансировать Крестовые Походы Финансирование Крестовых Походов Шло из других Карманов То есть Золото Откуда-то Текло Откуда оно Могло идти Только Из Ростовсических Домов Азиатов То есть Тогда уже Азиатские Эти вот самые Кланы Ростовсические Я буду говорить Еврейские Потому что Других там Не было Они уже В Европе Рассвили Неплохое Гнездо И тогда Они уже Влияли На Аристократии Европы И тогда Началось Смешение Намного Раньше Пусть Не рассказывает Вам Бабушкин Сон И вот Что Получилось Вот Именно Вот Эта Группа Она Воздействовала На Умы Атлантов Не На умы Ариан А вот Именно Атлантов Почему Это Так Потому что В современное Время Родилась Новая Атлантида Новая Атлантида Они даже Не скрывают Что они Атланты Они даже Этого Не скрывают То есть Они Прямо Говорят Что они Потомки То есть Вся Западная Цивилизация Европейская Потомки Атлантов Все Они сделали Так Как Когда-то Развивались Атланты Но О чем Написал Когда-то Платон Он написал О последней Войне Вот тут Она У меня Последняя Война Показана Но Дело В чем Что 40 тысяч лет Назад Что 12 тысяч лет Назад Одна и та же Беда То есть Одна война Была термоядерная Вторая война Была еще хуже Чем термоядерная Это было Было применено Ионосферное оружие Страшные силы Которое По сравнению С которым Атомное оружие Это просто Детская игра Понимаете Детская игра Так вот Я ссылаюсь На Платона Платон описывает Вот тут у меня зачеркнута Атлантида Она погибает Да По Платону И Ариана погибает Му погибает Вот То есть Сразу Три континента Уходят на дно Это 12 тысяч лет Получилось Вот Как Как вышло Что вот В то время Атлантида Попала под власть Вот этих вот Тварей Ну Очевидно Здесь Сработало Их Это можно Только предполагать Их Сработали Их знания Генетики То есть Они могли Свои гены Воткнуть В прямых Правителей Атлантиды Либо Они научились Ими как-то Управлять То есть В оккультном плане В научном Оккультном плане Они Они переиграли Вот эту Рассу Которая жила В океане Сейчас Атлантида Лежит на дне Океана Огромный материк Вот Недавно Мы Прочли В интернете Там Ребята Нашли Что Гигантский Гигантский Город Стоит Который Открыт Из космоса Его хорошо Видно Я в своих Книгах Писал Фотографии Показывал Все это Скрывается От нас От простых Людей На самом деле Со спутника Эти города Хорошо видны На дне Океана Стоят Пирамиды Стоят Дворцы Стоят Улицы Стоят Там все Это У меня в книгах В третьей книге Посмотрите Там все это Есть Это взято Именно Со спутников Снимки Из космоса Вот То есть Один город Он по площади Больше чем Вся Область Московская Вы Представьте Какая была Атлантида Это было Мощнейшее Государство Это была Огромная Держава Так вот Она сейчас На дне Океана Так вот Что я хочу Сказать Что 40 тысяч Лет назад После первой Великой Войны Деваться Некуда Было Представителям Белой расы Ни атлантам Ни арианам Практически Их родина Выгорела И выгорела И на материке Выгорела И выгорела На территории Атлантиды То есть Деваться Некуда Было Масса людей Белой расы Стала переселяться Резко Стала переселяться На территорию Европы На территорию Азии На территорию Америки Да-да Америки Северной Америки Потом они Эти люди все исчезли Белая раса там была С одной стороны Была уничтожена С другой стороны Вымерла С третьей стороны И просто съели Потому что там Началось людоедство Красная раса Переселилась СМУ Это более позднее время И началось Поедание белой расы На территории Америки Но это Отдельная тема Я не хочу на ней останавливаться Что получилось С 40 тысяч лет Возникает Кроманьонская раса Надо же ученые наши Говорят Надо же Откуда повез Кроманьонцы Вот Взяли Развелись Взяли С неба Свалились Да и много Огромное количество Кроманьонцев Новокаменный век Новокаменный век Каменный Потому что Такая война Разрушила всю инфраструктуру Заводы Все рухнуло Ничего не осталось Надо Вот сейчас начни Всего уничтожить металл Моментально за камень возьмемся Металла-то ведь не хватит Камень тоже Что-то Вот он Обессидиан Чем не нож Можно резать Запросто Можно глотку перерезать Можно что угодно Мясо отрезать Можно Пожалуйста Вот он Обессидиан Что бы из него не делать Вот он Каменный век Да И Кроманьонцы Огромные территории Заселяют Гигантские территории Заселяют Вот он Исход Нам говорят Появилась эта раса Появилась она В Передней Азии От Неандертальцев Да В Передней Азии Конечно же В Израиле Ну а где же больше Только в Израиле Именно в колыбире Так сказать Земле обетованной Да Вот там И Эта раса Вот раса белая Или белых богов Начинает расселяться По всему северу И медленно Медленно Опускается на юг Не с юга на север Как нам пытается Вбить в голову А наоборот С севера на юг Чем дальше на север Тем больше артефактов Что происходит В это время происходит борьба Смертельная борьба С так называемыми Дасью По мифологии Дасью Это неандертальцы Это пятиконтропы Это Те кто еще остался И от гибридных рас То есть Часть гибридов Перешла В желтую И черную расу Но Масса гибридов Осталась На своих местах Никуда Они не расселялись А настоящие Настоящие неандертальцы Настоящие пятиконтропы Это архантропы Они расселяться Сталина На север Естественно Они помешали Карманьонцам То есть Тогда Была смертельная война За территорией Эта война Шла Тысячи лет Тысячи лет Вытеснения Неандертальцев На юг Этих пятиконтропов На юг В горе То есть Там где жить Белому человеку Очень сложно Вот Ну а эти Они могли Они вот и сейчас Живут Так называемые Снежные люди Там И эти Их называют Эти Их еще называют РГ Реликтовые гоминоиды Как угодно Их можно называть Их по всей планете Их сейчас встречают Они еще сохранились Так вот Что получилось Это вот Расселение Расселение 40 тысяч лет назад Оно охватило буквально Все континенты Еще раз говорю Что даже На материке На американском На севере Америки В Южной Америке Пока не было этого расселения Но более позднее Вот И Что получилось здесь Не везде Архантроп Тот же неандертальец Погибал Не везде Его уничтожали На севере Получалось так Что архантроп И например Неандертальцы Стали смешиваться С белой расой И так появилась Буферная раса Вот гибридных Гибридная раса Вот у меня написано Появление Гибридной Иберийской расы Она появилась Примерно 35-40 тысяч Лет назад В Европе И начала расселяться От Пиренеев Вплоть до Китая То есть Она столкнулась С желтой Расой Далеко на востоке И язык Иберийский язык Он даже вошел Частично в китайский Если рассматривать язык Изучать То удивительные вещи Грузинские фразы Грузинские слова Слова Басков Этих самых Перенейских И китайский язык Они очень близки То есть Есть вообще Слово к слову То есть Одинаковые совершенно То есть Вот эта огромная Периферийная Гибридная Раса Иберов Она Выстроила Вот такой Длинный коридор Отделив Север От юга От Рас Гибридных От желтой И черной Вот так получилось Видите Вот это Сложилось Перед последней Войной Перед последней В последняя война Которая нам известна Как всемирный потоп Вот Я тут нарисовал 13 тысяч лет назад Примерно Случилась Также сама беда Я не хочу Рассказывать О восстановлении Атлантиды Есть такой миф Который сохранился У греков Что после гибели Атлантиды Миссия Урана Некий Уран Приходит Восстанавливает Всю эту территорию Он ее строит Он выстраивает Новые города Этот миф Масоны Постарались скрыть Его почти Сейчас очень редко Кто может его услышать Но этот миф Существует Так вот Миссия Урана Закончилась И снова Атланты Начинают Свою экспансию На планете Опять Они управляемые То есть Происходит Та же беда Что с современной Америкой Нам говорят Американцы Вот такие Секи Американцы Вот Нам сказки Рассказывают Включишь телевизор Посмотришь Какие-то программы Ну ругают Американцев Ну да даже Какие плохие Да не американцы Плохие Делать они Их просто Используют Вот наши Например Очень многие Те самые Ура патриоты Я их так называю Они ругают евреев Ну евреи Ну такие Сякие Ну сионисты Ну все евреи Ну просто звери Какие-то Ну хуже Ну хуже их На свете Нет Но действительно Много Вот и ассионизма Беды То есть Это серьезно Все На самом деле Страшные вещи Творятся Просто чудовищные Но никому В голову Не приходит Что мы ругаем Лопату Ну вот этот нож Ругаем Вот он нож Вот он режет Этот нож Вот он Виноват А рука Которая держит Где рука Лопата Вопрос Вот в чем Вопрос в руке А про руку Стараются молчать Это хитро придумано Для того чтобы Ругали евреев Ругали там Самая Атлантида Вот царей Атлантиды Ругает Платон Плакие-сякие Они взяли вот У Платона Да Отказались от божественного Предназначения Утратили они Божественные Так сказать Свои корни Стали превращаться в людей Устроили бойню На всей земле Платон правильно пишет А кто стоял за этим Кто из них Кто их превратил Вот в убийц планеты Кто Платон описывает Атлантида погибла За один день И одну ночь Исчезла Погибла И армия Победившая Атлантов Армия Ариан Или он их называет Он их называет Проафиня Но это были Ариане Египтяне Рассказывали его Предку Солону О том что На севере была Великая цивилизация Которая превосходила Египет И превосходила Греческую цивилизацию На разы Это была Арианская цивилизация Это была Наша цивилизация Северная цивилизация Белых богов Это были наши предки Балтов Германцев Славян Они жили вместе Это был один народ Мощный Он и победил В этой войне Но победа была Ампирова Потому что Использование оружия Которое тогда Было Последней войне Его нельзя было Использовать Уж лучше бы Атомным они пользовались Они применили И аносферное оружие А аносферное оружие Это континенты Разваливаться пополам стали То есть Атланты Додолели до того Процесс Вот этой вражды Что наши предки Атаковали их Аносферным оружием Атлантида утонула На самом деле И эти ответили Таким же Удар получил Му Континент В Тихом океане Про него Стараются вообще Молчать Но дело в том Что этот континент Существовал Он умирал Немного Немало Восемь тысяч лет Медленно погружался То есть Под ним Все рухнуло Он не мог устоять Он медленно уходил На дно А людоеды В это время Поедали белую расу А красная раса Сму переселилась На американский континент И занялась пожиранием Белой расы Америки Северной Ведь Если посмотреть Индейские предания То Вот красная раса Красная раса Это Она кстати тоже Пришла из космоса Вот Во времена Ринда Это как раз Красная раса Вот Ринда был красный Я вам говорил Вот они Они были расселены Частично в Атлантиде Частично были на Му Вот они-то и занимались Пожиранием В 19 веке Последние белые люди С континентом Были около Новой Зеландии Съедены На одном из островов Их можно было даже спасти Их называли Мариори Их называли Мариори Это не Маори А Мариори По-другому И вот Маори их и съели Последних Вот и все А они говорили На древнем русском языке Потрясающе На древнем русском языке Это Когда сохранился Вот берут эти слова Да Слова вот такие Вы понимаете Что получается Так вот Всемирный потоп Отсюда всемирный потоп И начался То есть вот эта беда Когда континенты тонуть начали Ионосферное Как ионосферное оружие создается Оно создается Физики это хорошо знают Это магнитное ядро мощное Наматывается кусок ионосферы Это ядро приводится к какой-то точке Вот происходит взрыв Аннигиляция энергии Огромная энергия выделяется Правда радиации никакой Но такой удар сильный Что пример тому Тунгусский метеорит Вот Это типичное ионосферное оружие Ионосферное оружие Применено было И в более поздние времена Когда была борьба Между двумя мощными Культуротреггерами Это один из сатанистов Это Тискотлепока Подземный А второй был Кицот-Куатль Миссия Кицот-Куатля Она была в Теотихуакане Это его был город Там кругом эти вот Головы этих змей Там все это Именно его символ Так вот Теотихуакан выгорел Так же как и Тунгусская тайга выгорела По Теотихуакану был нанесен Плазмоидный мощный удар Но это я рассказываю Просто немножко отвлекаюсь Вот теперь смотрим дальше Что же получилось дальше Вот 12 тысяч лет Начинается новая эра Новая цивилизация 12 тысяч лет Вот как раз 12 тысяч лет Начинается подъем Новый подъем Откуда по мифам знания О завоевании планеты пришли в наш мир Оказывается дедушка Енок сработал Первый из пророков Он был из Атлантов Понимая что произойдет Очевидно его научили Он сохранил все знания По управлению По созданию По созданию Тайных обществ Тайных обществ Так вот он построил две пирамиды Якобы Или две башни Как о нем говорят Кирпичные Вот Ему там приписывают Что он там пирамиды строил Египетские Это все сказки Никаких там пирамид он не строил Он Пирамиды не для этого были построены Они не служили Для сохранения древнего знания Скорее всего эти башни Где-то под землей были построены И потоп их просто не разрушил Поэтому Так вот Получилось так Что вот у меня написано Орден Орден это Сила Которая собралась в одну точку Сила знания По управлению планеты Всей планеты Как добиться власти Над всеми народами То что уцелело После вот этой страшной борьбы После великого потопа Вот нужно было как-то Что как-то Вот все народы привести К общему знаменателю И заставить служить себе Фактически что? Я вам так скажу Не столько служить Сколько уничтожить Ведь дело в чем Многие могут сказать Слушай, Георгий Ты что несешь? Ведь проще было бы Заставить космическую расу Какую-то Оброшиться на На земную цивилизацию Там у них естественно Энергоресурс гигантский Что бы мы могли Ну что там могли бы сделать? Современные ракеты Там даже ничего не могут И наша артиллерия Это драка Мозги со слоном Правильно? Но так оно и может быть Так бы и могло быть Но дело в чем? Чтобы уничтожить Земную цивилизацию Вот таким образом Значит надо подвергнуть Себя удару Смертельному Во-первых Они сами по себе Эти твари не люди Это не человеческая Это не гуманоидная цивилизация Естественно гуманоиды На других планетах Они сразу поймут Что здесь агрессия Они придут на помощь Земле Даже метрополия Придет Наша метрополия Кстати она и пришла Вот в этом году Она и пришла Я уже писал статью Про три плазмоида Которые должны были Упасть на землю Но они не упали Вот То есть понимаете Подвергнуть себя Поэтому они пришли к выводу Что надо завоевать планету Используя нас То есть чтобы мы Собственными руками Сами себя уничтожили Так они создали Один конфликт Создали второй конфликт Вечная борьба атлантов С орианами Бесконечная война Сорок тысяч лет назад Потом еще одна война Факты Факты Сплошные факты Вот об этой войне Хорошо рассказывает Работы Моисеева У нашего военного ученого Который собрал огромный материал Про эту войну пока молчат Ничего не говорят Потому что Здесь континенты утонули И не знают Что за оружие было применено Хотя наверху знают Но народ то не знает Вот И вот орден Вот этот тайный орден Он и начал свою деятельность Он начал свою деятельность Понимаете Что он делает Вот тут у меня написано Глассироваться убоит Она зачеркнута Она погибла Вот здесь Рептилоиды Подсуетились Они здесь Создали базу свою Так называемый Эдем Райский сад Вот райский сад Это память Библейский райский сад От цивилизации убоит Но этот райский сад Нарушили Пришедшие с севера Наши родственники Шумеры Теперь мы знаем Откуда шумеры пришли Прошлая наша экспедиция Здесь Вот В Нарымском крае Мы нашли их следы Мы нашли их Здесь Орнаменты На посуде Везде Вот пожалуйста Вот эти вот Орнаменты Это все шумерское Это все Это точная копия Шумеров То есть фактически Цивилизация шумера Пришла с севера Шумеры Это часть нашего народа Это родственники Германцам Славянам Балтам Это финнам То есть это Это наши люди Они пришли И уничтожили Убоит Вот эта цивилизация погибла Но Сами шумеры Получили инъекцию Инъекцию И уже Вот эти вот Орден Внедрился уже в них Это началась Зараза Цепная реакция Дальше идет Аккад Аккад погибает По этой же причине По причине того Что он просто не нужен И Вавилония Вавилонию управляют жрецы Какие жрецы? Халды Халдейские жрецы Которые связаны с орденом Ни шумер Ни Аккад Ни Вавилония Им были не нужны Поэтому Легко пала Вавилония Аккад пал Вавилония пала Каждый раз Пятая колонна Разрушала любую цивилизацию белых Дело в том, что и Акккад Нам говорят Шумеры были семиты Да не были они семиты Это наши люди Аккадцы Были такие же точно семиты Как и шумеры Это был белый народ Пришедший из Ирана Это часть иранских племен Бавилония Халдей Это была иранская группа Которая захватила территории У них блинные бороды Типичное строение лица Арийское Бороды русые Белые волосы Сейчас находят их В их могилах Нет черного типичного семитского волоса А нам это не говорят Но шумерские русые волосы Аккадские и вавилонские Один к одному Это одни люди были Потрясающе Говорили на одном языке Представляете Язык близкий Это древнерусский язык Об этом кто написал? Умница написала Вот его книги Тут я не могу показать Кто это? Это книги Юрия Петухова Он хорошо об этом написал Его ухлопали Его убили естественно Потому что ему такие вещи Простить нельзя А он был академик Он был ученый Он был археолог Он историк Он знал, что говорил Так вот смотрите А вторая часть ушла в Кеми Кеми это Или Эгипетская империя Вот Из Орди Орден стал работать Сразу В Передней Азии И стал работать в Египте И в Египте Вот 1700 лет назад Начинается Великая смута Мы в истории это знаем Как Конец Древнего Царства Наступление Среднего Царства Но на самом деле Приход фиванского жречества К власти Все это было сделано Аусет Фивы Само слово Город Сета И в этом городе Сета Фивы это же опять камуфляж Ребята Камуфляж Никогда Фива Фив не было в Египте Это был Аусет И там В Аусете Возник храм Храм Амона Это Одной из имен Сета Это Это бога смерти Бога пустыни Это солнце Испепеляющее солнце Превращающее землю В песок Все живое в песок Есть солнце ласковое Доброе Как сейчас на улице А есть такое солнце От которого все сгорает Все погибает Это и есть Сета Понимаете Для рептилий Для этих тварей Как раз такое солнце Они его любят Потому что они холоднокровные Поэтому и был создан Культ Кого? Сета Понимаете Вот он культ Сета Это фивы Египетские Или Аусет И вот здесь Здесь В борьбе Храма фиванского И храма города Анну Или его называют Гелиополя Победили Жрецы Жрецы Амона Или Сета Жрецы Города Анну Или Гелиополя Были фактически Обескровлены И уничтожены Сделать они Ничего не смогли Последний рывок Их был Это во времена Эхнатона Которого они поддержали Но Эхнатон был убит И После его смерти Столица Ахитатон была Разрушена И снова Жрецы Сета Пришли к власти Над Египтом И вот что получилось Дальше что И эти И эти Жрецы Объединяются На территории Ханаана И Здесь В Египте В Египте Да На территории Ханаана И на территории Синая Выстраивается Искусство То есть Создается Жреческая армия Иудаизм Иудеи Люди Их взяли Частично Их взяли Этих Иудеев Из Арабов Это арабские племена Специально Держали В Египте Специально Там с ними Работали Потом Их выбросили В пустыню Те евреи Которые Не хотели Принимать Иудаизм Их живьем Сожгли Это И герои Еврейские Которые Отказались Иудаизм Принять И 200 семей Сгорело На медленном огне В печах Это Страшная Была казнь Но поверьте Эти люди Были великими Это были Они понимали Что будет Они понимали Куда евреев Ведут И что Какую роль Они будут играть Это Я не знаю Герои из героев Просто Действительно Им надо памятник Ставить И поклониться И многие Они отдали Свои жизни Сознательно Не приняв Не приняв Учение Моисея Отказавшись Принять Учение Моисея Они остались Верны Общим законам Мироздания То есть Ведическая цивилизация Египта Древнего Египта Города Анну Они были Вот такие Погибли И вот Получилась Жреческая армия Тех Кого мы сейчас знаем Как Сианистов Я не говорю Что все Евреи Сианисты Понимаете Я этого не говорю Но Есть Среди них Очень много Таких Которые Оболваненные Которые Уверены В том Что Они Богоизбранные Вот Эта Богоизбранность Она и стала Действовать Действовать По всем Направлениям Так называемая Самовоспроизводящаяся Расползающаяся По всему Миру Вот Армия Особо Одаренных В плане Разрушения Людей Вот что Тут у меня Написано Ханан Вот смотрите Ханан Да Ханан Но это же Периферия Это перекрест От всех Дорог Передней Азии А здесь Какие только Народы По Ханану Не ходили Это же Берег Средиземного Моря Связь Аравии Африки Европы Азии Здесь Ни одно Государство Никогда Не устоит Его Разнесут Пух и прах Туда И выселили Этих Несчастных Евреев Для того Чтобы Они там Не могли Зацепиться Закрепиться Они И сейчас Там Зацепиться Не могут За землю И Получилось Что Они Стали Оттуда Бежать А это И надо Хозяевам А кто Хозяева Хозяева Это Потомки Жрецов Атлантиды Напрямую Те Кто И управляет Это Жрецы Омона Египетские Жрецы Омона Над всей Этой Компанией Стоит Вот эта Сила Негуманоидная Рептилоидная Сила Которая Всем Этой Пирамидой Управляет Понимаете Что получается И вот Они побежали Тут у меня Что Карфаген Первым Делом Они что Они сбежали На периферию Далеко На запад В Карфаген Удобно То есть Вся вот эта Группа Которая Управляла Этой Армией Я имею ввиду Хозяев То есть Иллюминатов Я их еще буду Называть Иллюминатами Так проще Так не будет проще Или Тайных неизвестно Так вот Тайные неизвестные Перебегают В Карфаген И управляют Ханааном Из Карфагена Здесь Здесь решаются Все Все их дела Карфаген Это самая Западная Мощная Финикийская Колония В современном Тунисе Да Вот Дальше У них Какой план Переселение В Грецию Они перебегают В Грецию Я имею ввиду Только Иллюминатов Но За иллюминатами Переезжают И из Ханаана Огромная Масса Евреев Потому что Эта дорога Их спасает Через Ханаан Ну Идут все Персы Идут Вавилоняне Идут Ассирийцы Идут Все их убивают Все их грабят Это место Где жить Вообще нельзя Естественно Они тоже бегут Вот они Расселяются Они расселяются Из Ханаана Евреи По всей Вавилонии Во время Вавилонского Плена Они расселяются По всей Ассирии Они После захвата Вавилонии Ираном Они по всему Ирану Расселяются Вплоть до Сагдианы Вплоть до Царства Тахаров Ну ты написал Китай Да они и в Китай Уходят Думаете в Китай Евреев нет Полно Масса Иудеев Они уже давно Потеряли Антропологию Потеряли Свою Переднеазиатскую Это чисто И китайцы Но они Считают себя Евреями Масса Иудеев Попадает В Эфиопию В Африку Черные Натуральные Эфиопы Натуральные Негры Но они Уверены Что они Евреи Они Богоизбранны Вы понимаете Что происходит Зумасшедший Дом Происходит А это Происходит Вот Они Перебегают Вот тут И написал Сагдиана Бактрия Это Царство Тахаров Но они Не попали Куда В Скифию Скифы Четко держали Свою линию Обороны Скифия Их не приняла А Центральная Азия Вся Приняла Их А здесь Что происходит После Крушения Карфагена Греции Все они Оказываются В Риме Я Наверное Вас замучил Но терпите Господа Я хочу Вам кое-что Еще Рассказать Значит Вот Какое Дело Вот Это Вот То Что Здесь У меня Нарисовано Показано Это Территории Нашей Древней Цивилизации Которая возникла 8 тысяч лет В Азии В то время Европа была еще Подо льдом Скандинавия еще Подо льдом Лежала тоже И Европа Там холодрыга Была как в Сибири Там жить было невозможно Только в Италии Немного там И в Испании Все И еще на юге Греции Вот А После Великого потопа Я имею ввиду А в Центральной Азии Здесь были Тысячи рек Огромное количество Болот То есть Здесь можно было Как-то жить Она Вот эта Центральная Азия После войны Вот этой Вот Она отжила Ей удалось Отжить В то время Еще текли реки Даже на Индостане Великая Сарасвати Текла Она погибла Более позднее время Она погибла Где-то 5 тысяч лет Так вот Эта вот территория Это гигантская территория Которая охватывает Весь Иран Индию Центральную Сибирь Всю Северную Сибирь И до Уральского Хребта Доходит А на юге Включает Малую Азию Это колыбель Арийской цивилизации Уже Послепотопной Так вот По всей этой колыбели Распространяются Богоизбранные Четко По границе Как это Погибла цивилизация Я вам могу Кратко рассказать Читайте Махабхарату Великую войну Двух кланов Клан Пандалов И Курялов То есть Это Борьба Тех и других Как раз Гибель Вот этой вот Гигантской Вот этой Империи Распад на куски На разные Куски Индии Отваливаются На юг Иран Остается На своем месте Туран Уходит На север В сторону Севера Вот Китай Вообще Запирается В джунгли Там В Китае Хозяйничает Белая раса Это Случилось 5000 лет До нашей эры Это был Последний момент Когда применено Было Оружие Массового уничтожения Последнее Оружие Правда Это оружие Несколько позже Еще использовалось Во время гибели Харабской цивилизации В Индии Но Когда вот эта Последняя война Прогремела Уже центральная Азия Не могла больше подняться Это Она превратилась В сплошную пустыню Видели фильм Принца Персии Вот Пожалуйста Видите как там пустыня Вот И эти пустыни Это Это Козелком Это Это Каракумы Это же все были Когда-то Цветущие края Там сотни рек Озер Все это погибло Первый раз Она поднялась Все вот После вот этой войны Этих войн Это все встало Но потом Второй раз Уже подняться Не смогло Ничего То есть Нарушена была Так сказать Ну Будем так говорить Нарушена была Сама Почва Сама энергетика Земли Она уже не могла Воскреснуть Вот И отсюда Отсюда Вот эти народы Стали расселяться Куда В Европу Европа стала Оттаивать Европу Стала Отапливать Гольфстрим Европа Оттаяла В Европе Стало хорошо Нормально И отсюда Волна за волной Покатились Волны Переселенцев Сначала До кельтское Завоевание Я не буду говорить Какие племена Я сам не знаю Потому что названия Неизвестны Потом кельты Потом валом Пошли славяне А потом Отделение от славян Произошло Это возникновение Германцев Балты Уши на север То есть понятно Да Так вот По всей этой территории Расселяются Богоизбранные Все ими схвачено Прежде всего Финансов И торговля Финансов Тогда не было Торговля была Миновой За золото Меняли что-то Но золото Уже было выделено Как металл Драгоценный Поэтому борьба За золото Шла в течение Тысяч лет Многих тысяч Вот примерно С гибели Вот этой империи После войны Вот этой вот Которой описано Махабхарати И гибели Харабской цивилизации В Индии Это четыре тысячи лет Примерно Хотя истории говорят Что Харабскую цивилизацию Разрушили Арии Пришедшие Туда В 2500 лет До нашей эры Некоторые вообще Говорят Что 1500 лет До нашей эры Арии пришли Ничего подобного Арии там жили Очень давно Индия Она Это территория Арийских племен Они приходились Из Му По морю приходили Поэтому письмена Аму Найдены На территориях Арабской цивилизации Там всегда Две расы Смешивались Это Черная раса Этих Лемурийцев И белая раса Севера Там все И цивилизация Которую мы называем Сарасвати Она погибла Как раз во время Этой страшной войны И вот Понимаете что получилось Когда вот это все погибает Легко стало расселяться То есть Не было Проблем Огромные территории Пустовали Можно было Разбегаться Из Ханаана Из Ханаана По всей гигантской Территории И естественно В оттаившую Европу Вот она Европа Кельтом Кельты принимали Хорошо Иудеев Естественно Греки принимали Ведь Греки Они тоже Торгаши были И поэтому Им нравилось Торговать Вы вспомните Греческую цивилизацию Говорят О греческая цивилизация Это супер Это там Храмы Белоснежные Это нам Придумали Эту цивилизацию Нам создали В нашем воображении На самом деле Это торгаши Это не воинов цивилизации Торгаши Когда о греках говорили Древние говорили Самые трусливые люди на земле Это вот греки Единственное Там Кто Достоин был уважения Это спартанцы Но спартанцы себя Греками вообще не считали Они были винетами Они пришли с севера Они не были греками Они прямо говорили Это греки А мы спартанцы Мы другие совершенно Вот и все Все их колонии И как говорили Греки Это что Как лягушки Они по всему морю Раскидали свои колонии Великая Греция Это Сицилия Южная Италия Общая Греция Актика Там Пелопонез Биотия Это сама Греция И Черное море Они везде занимались торговлей Иудеи здесь были Ну просто бесценными людьми Они золото везли с собой Они умели торговать Они знали законы Как это делается Понимаете А иллюминаты Их элита Она наблюдала за этим Из Карфагена Когда Карфаген был взят Римом Собственно Вот эти вот люди Которые в Карфагене Так сказать Зацепились Я имею ввиду Они совсем люди Полурептилии Да С рептилоидными генами Они сдали Карфаген Риму Они его сдали Просто отдали его на растерзание И переселились в Рим Вот он Рим И в Европе создается мощнейшая империя Римская Объединяется Греция Рим Галия Современная Вот Захватывается территория Балкан Северо-Балкан Захватывается территория Частично Парейну Огромная Там строится Так сказать Новая Там Там создается Новая раса Вернее Не раса А столько Несколько раса Сколько Новый Новый этнос То что потом Стал называться Германским этносом Ведь На самом деле Германцев Как таковых Археологические Раскопки Их не находят Находят Тунгров Находят Неметов Но это Это археология Это артефакты Иберийские Не германские А германцы И славяне Это был один народ Это была Огромная Венецкая Держава Севера Европы Это Она называлась Культура Лужицкая Лужицкая культура Она потом пополам Распалась Благодаря влиянию Рима И получилось Что один народ Распался на два народа И превратили Часть народа Во врага То есть получилось Что саксы Лангобарды И Тюринги И другие Германские народы Они превратились Племена Так называемые Германские Они не были Никогда германскими Их просто сделали И заставили воевать Со своими братьями На востоке Вот как сейчас Делается У нас На Украине Пример тот же Вот та же самая Комедия Работают В плане Создания нового народа Украинцы Русские Вы сами знаете Один народ Но теперь Докажи украинцу Что он русский Ты помрешь Будешь доказывать Он будет тебе пальцем Показывать Говорит Ты баскаль паскуда Я тебя зарежу Я тебя убью Он тебя будет ненавидеть То же самое Случилось тогда Это Одна и та же Что технология Но я не буду На ней останавливаться Вот Получилось что Когда Европа Была Полностью Объединена Под Римом Была попытка Этих тварей Я имею ввиду Иллюминатов Атаковать На востоке Потомков Ариан То есть Рим вышел На берега Дуная Рим Перешел Дунай Во времена Трояна Римляне Атаковали Иран Это было серьезно То есть Наша империя На востоке То есть Конфедерация Племен Или империя русская Она висела На волоске Могло Случиться так Что Ведь Римом Рим создавали Это черные Черные жрецы Ведь Римская армия Была построена По идеалу Древнеегипетского Войска Тяжелая пехота Римлян Это Чисто египетская Пехота Была Все построено Легионы Построение Борьба Дисциплина Все было Не было конницы Правильно не было Потому что Египтяне тоже Конницы не имели И у римлян Конница Появилась только в конце В самом конце Да и то она была Плохая конница Не настоящая конница Не то что у наших предков Вот так Вы это тоже должны понимать Но Наши предки Надо им поклониться В ноги Так называемые Сарматы Они смогли остановить В Европе Продвижение Рима Сдали скифы Скифов Сделали Пятая колонна их сделала Их Приручили греки Дали им Вшивую культуру Западную Развратили их Как могли Это можете почитать В истории Про скиллы Про других царей Которые принимали Ценности Греков Приходили в греческие города Снимали себе Скифскую одежду Одевали греческие костюмы Шли к гетерам Пили вино Хотя скифам Было запрещено пить То есть Это я просто Рассказываю вам Вещи Которые Даже не входят В эту программу Но просто объясняю И поэтому Сарматы Прибрав к рукам Скифию Разгромив Скифов Вдребезги Заставив Уйти в Крым Приняли на себя Удар Удар Рима Мы говорим Сарматы На самом деле Это была Русь Это была Уральская Русь В то время Уральская Русь Подкатилась К берегам Дуная Урал И Западно-Сибирская То есть Вот эта вот Беарния Так называемая Беарния Страна Севера Она остановила Римские легионы И опять Что нужно было делать Тварям этим Сила не помогла Что делать Переходить На старый Излюбленный прием Работа Тайных обществ Тайных обществ И вот Храм Омона Храм Омона Из Карфагена Рима Где он был Подполье Он Перетекает В Ватикан То есть Создается Камуфляж Мощный Камуфляж Храму Омона Создается Христианство С одной стороны Христианство Это мощная Что? Идеология Которая Порабощает Все народы То есть Под христианство Надо чтобы Христианство Было на всем мире Можно было Вести войну Теперь разрешалось Спокойно Этих язычников Живьем Жечь на кострах Можно было Детей кидать Их в огонь Все это было Но это ведь Не христианство Ведь у Христа Ведь ни одного слова На эту тему нет Ни о войне Ни о захватах Ни о религии Понимаете? Это название Христианства Но это чистая Чистая теория Омона То есть Все Весь католицизм Это сплошное Что? Это египетский Храм Омона Действует На территории Европы Что тут получается? Святая инквизиция Что она творила? Уничтожала Потомков Жрецов Ведически У кельтов Ну у кельтов Еще это сделал Кто? Цезарь Но многое же осталось Корни-то надо было вырвать Вот здесь Р-1-1 Гоплогруппа Горела на кострах Тысячи 20 миллионов Сгорело Вы понимаете? 20 миллионов В то время Это цвет Цвет Европейской цивилизации Цвет белой расы Европы Все сгорело на кострах Понимаете? В 17 веке якобы Иезуиты возникают Да не в 17-м Не во времена Не во времена Протестантизма Не во времена Чтобы что-то изменить Иначе бы и в Европе Началось бы движение Такое Которое Храм Омона Могло перемолоть Надо было что-то делать Поэтому сделали уступку Понимаете? О чем я говорю? Теперь смотрите Что делать нужно было Храму Омона? Как ему выжить? С одной стороны Уступка была в религии Хотя Папа Римский управляет И жрецы Омона Их все 22 демона Они управляют Все Европы И Азии И где только могут Даже Китаем Вот Значит что? Создавать Не только инквизицию Но и создать Орден языков Ведь мы же знаем Что 17 век На самом деле Это очень давно было А они по-другому Назывались эти ордена Я не буду говорить Про тамплиеров Про Святого Иоанна Про другие Про Тевтонский Орден Ливонский Про это вообще Говорить не стоит Это чисто Было создание Папства Чтобы сокрушить Русь Русь стояла Как бельмо на глазу Обкатывали Эти орденские союзы В войне Порти в турок Сельжуков И взятие Константинополя Почему Константинополь В 1204 году Взяли Чтобы Константинополь Не нанес удар В спину Когда они будут Завоевывать Русь Они боялись Что бизантийцы Могут На помощь Пойти русским Которые Тоже православные Хотя Константинополь Полностью Подчинялся Папе Римскому Перед завоеванием Уже Была подписана Була Где Патриарх Отчитывался Папе Римскому То есть все было уже сделано Вот И что получается Создание академической науки Вот это очень серьезно Вся академическая наука Управляется жрецами Про это вы можете Мне можете верить Не верить Я прямо говорю Все вранье Где-то что-то мы находим Настоящее Но там где надо Там уничтожаются Тысячи и тысячи физиков Тысячи и тысячи математиков Настоящих Тысячи и тысячи биологов Которые говорят правду А нам подкидывают Такую галиматю И заставляют нас учиться В вузах Мы не знаем По-настоящему Ни физики Ни математики Мы знаем Это отдельная большая тема То что мы называем наукой Это не является наукой Я уж не говорю Я говорю про точные предметы А вот если взять историю Это вообще сплошное мифотворчество Это все вранье Сплошное вранье Ведь даже иезуиты написали Китаю Китайской империи написали историю Понимаете? Китайской империи Иезуиты и масоны Вот из этого ордена Они написали нашу историю Российскую Нашу историю Кто писал нашу историю? Миллер Масон Шлецер Масон Байер Масон Кто они? Они порождение вот этой беды Порождение вот этой вот А тут Отсюда управление было Вспомните Кто занимался Распространял христианство В той же Хазарии Кто? Откуда они взялись? Кто это был? Два грека, да? Были Это был этот самый Кирилл Мефодий Вот Из Солоника В городе Солоники Вроде как греки Да на самом деле Я перед Папой Римским Не Патриарху отчитывались Не Константинопольскому Патриарху А Папе Римскому Можете посмотреть историю Они пришли в Хазарию И крестили Хазар Христианство Зачем? Хазары их просили Ни то их не просил Они пришли По приказу Папы Римского А на самом деле Папа Ис тоже играет роль Камуфляжа Здесь 22 демона Которые сейчас скрыты Я вам говорю Тайные вещи Которые страшно Говорить Сейчас на себя навлеку Что? Иезуитов Но вы должны знать правду Еще Пуздей Там есть У них мощнейшая Страшная Очень сильная Самая лучшая В мире Спецслужба Которая подчинила Все спецслужбы мира Спецслужба Ватикана Мощнее Несколько раз Британской спецслужбы Нашей Американской И вообще всей планеты Они управляют Всеми спецслужбами Планеты Отсюда песня Поется Из Ватикана Песня поется А мы говорим Ватикан Ватикан это такая Религиозная организация Да не религиозная Она агрессивная Она страшная Здесь Здесь сатанизм То есть СЭТ СЭТ управляет Ватиканом Это надо понимать Это Время Египта Пришло к нам В Европу Ну вот что дальше Вот этот орден Был создан То есть Ватикан Управляет Масонским орденом Тайны общества Я уже показал Как они перетекали Они строились Они гибли Возникали Где надо Распускались Где надо Строились Вот этот уже построен В средние века Примерно в 11 веке Началось выстраивание Когда евреи переселились На территорию Европы Полностью перебрались И финансы И золото Оказалось в руках Иллюминатов Европы Когда Две группы Иллюминатов Ставились что Генетически скрещиваться Лорды британской Британской империи Которые забрались там И создав Кстати британская империя Вот вы думаете что Америка управляет миром Нет Британия управляет миром Тоже нет Просто и Британия И Америка Это просто что Это механизм Это что Это рычаги За которые дергают Сейчас дернули Америка Там побежала Что-то делать Здесь дернули Британия Понимаете Там дернули Япония Побежит Дернули Китай Побежит Потому что Китай тоже В Китае Была создана Такая же группа Группа Так называемых Драгола Род Драгола Который управляет Всем Китаем Переводится на русский язык Вы сами понимаете Драконы То есть С теми же генами Что рептилоидов Вот С этими генами Они и в Китае Они вот сейчас Начинают действовать Время их пришло Вы все понимаете Что я говорю Ну а теперь давайте посмотрим Можно я встану Сейчас Чтобы вам тут Показать Вот здесь у меня что Устройство Устройство Современной Системы управления Вот инопланетный разум Он как бы в стороне стоит Да вот сейчас он себя проявил Недавно Когда плазмоиды возникли У нас над планетой Вот Он себя проявил Да Вот смотрите Здесь Гибридные Тайные Неизвестные Я тут подписал Иллюминаты То есть вот эта часть Она никуда не делась Вот группа Гибриды здесь Это что Это азиатская группа Это европейская группа Они вместе Здесь они что Европейские Европейская линия Вот азиатская То что я уже рассказывал Да Они слились Где-то в 11 веке Они уже слились Во времена Первых крестовых походов Вот они Собрали в одно место Собрались все вместе 300 семейств Вот здесь что идет Смотрите Здесь Идет Ватикан Вот Ватикан Да Здесь что Жрецы Сета Я уже это рассказал Именно отсюда Отсюда Огромные деньги Утекли туда Куда надо Создались банковские дома 300 семейств Ватикан Этому помогал Огромное золото Ватикана Оно частично Ушло и туда Сам Ватикан Не обеднел Нисколько Потому что он Грабит всю планету Вот Смотрите что дальше Вот он орден Нам говорят Ватикан Вечно воюет с масонами Это примерно Правая рука с левой Будет воевать Да Вот драться будет Правая рука с левой На самом деле Опять нам Что Мозги втирает Сам Сам Орден Езуитов Это Это масонская группа Причем Мощнейшая Которая стоит Над масонами Которая контролирует Масонов Вот Вот он орден Смотрите Он делится На две половины Административное Масонство И революционное Масонство А ну и сейчас так Сначала была ставка В начале века 20 На Масонство Какое Революционное Они думали Что Устроить революцию По Марксу Мас был их Так сказать Детищем Они создали Маркса Все Раскрутить По всей планете Революцию И прийти к власти А потом Помните Как это У Палпота было Как Палпот Сянксари уничтожали Камбоджийцев Закон 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 Расстрел То есть Это Вот такое давление Чисто революционное Назвать можно Как угодно Людей Которые не подчиняются К стенке поставить Можно было сократить Население планеты Элементарно При помощи пулеметов Элементарных пуль Револьверов Чего угодно Вот Как это делалось Во времена Нашей революции Револьвер Маузер Это было Главное оружие Против белых Так называемых И против вообще Любой контры Хотя любой человек Который говорил Там что-то не так Это был уже контры Вот И вот теперь смотрите Они что сделали Они Эту революцию И думали Что Россия Это будет Как говорил Троцкий Россия Это Печь Где русский народ Сгорит Зато Эта печь Раскрутит Революцию Так сказать Очаг Которая Во всей планете Разгорится И пытались Раскрутить Германию Пытались Бельгию Помните революцию Венгрии Это все Это все было Но везде Все это было подавлено Благодаря кому Благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину Сталин это остановил Процесс мирового Что Мировой беды Своей статьей Раз И делами Он отделил страну Он создал условия Дал теорию Построения социализма В отдельно взятой стране Не обязательно нужно было Строить в мировом масштабе Уничтожение в мировом масштабе Населения Облом Значит Что нужно было сделать Ставку сделать На административную Массонарию Теперь уже Революционная Так сказать Вот революционную Крыло Революционное Было остановлено Иосифом Виссарионовичем Он показал Что можно бороться С этой бедой А вот здесь Он не успел Прямо скажу Сталин здесь не успел Хотя были у него мысли Но он не успел Просто время ему не хватило Они проникают В парламенты Ими управляются президенты Все крупные чиновники Все масоны Все это масонская группа Цари Масоны Вы вспоминайте Наш Николай II Масон Братья его Великие князья Масоны Ну все кругом Все в этой В ордене Все часть Вот этого ордена Причем То что командует орден Они выполняют Им деться некуда Они понимают силу этого ордена Если ты не сделаешь Ты погибнешь И дети погибнут Шантаж сплошной Оккультное влияние Очень сильное Промывка мозгов И вот что получается Дети ли искусства и науки Все здесь А вот Это вот Революционное крыло Или Масонская группа Минфис 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 Это столица Египта Древняя Она только контролирует Она Она все время создает Условия Как бы Запал Чтобы вот здесь Не закисало Вот эта часть Она может постепенно Постепенно выродиться Но вот эта часть Ей не дает Постоянное Что такое Мощное Психологическое Пассионарное давление Оказывает Вот на эту группу То есть Обе Оба крыла Работают синхронно Примерно как Два цилиндра Хлоп-хлоп Один цилиндр Крутит А второй Помогает Вот здесь Вот как в двигателе Внутреннего сгорания И вот Мы смотрим Значит Что есть Видите вот стрелки Стрелки Вот все пронизано Орденом Все Вот это пожалуйста Крупные чиновники Вот стрелка Детели науки и культуры И что тут дальше Офицеры армии Вот это страшно Я тут выделил Офицеры армии Вы думаете что Вот наша армия Такие-сякие козлы Идет перестройка Армия могла снести Сразу Все наверху Но армия Даже не пошевелилась Почему Крупные офицеры Все масоны Либо Либо они служат Масонам Либо продажные Это одно и то же Все равно Офицеры Спецслужб Отсюда все началось Вся наша перестройка Отсюда пошла Вот отсюда Их Привел к власти Андропов Файнштейн Андропов Привел к власти Вот эту группу Она потом Все и раскрутила Вот Офицеры Оставных Тут у меня написано Спецслужбы Тут и полиция Тут частные Всякие разные Организации То есть Все что Наверху Будешь ты командовать У тебя там будет Десять человек Тебе уже предложат Вступить в ложу Тебе будут помогать Тебе будут продвигать То есть понимаете Все пронизано Орден все пронизал Насквозь И деньги Деньги Находятся А что бы им не находиться Печатный станок Работает Он печатает бумажки Но эти бумажки Ведь мы на эти бумажки ведемся Это же не золото Если бы у нас была Была золотая монета Золота бы не хватило Всех купить Просто золота Не хватит на планете Надо миллионы тонн золота Чтобы всем это золото сунуть Да Золота-то ведь Нет Такого количества золота Вообще нет Да В природе нет Ну а бумаги-то Сколько хочешь Нашим дуракам Бумагу зеленую дам Пойдет мать родную убивать Понимаете Ради этой бумаги Психология Это у идиотов Особенно у чиновников Я вам еще одну вещь скажу Вот в последней своей книге Я написал все это Как происходит Процесс безумия Когда люди теряют сознание То есть они теряют Правильное понимание Окружающего Они неадекватные То есть больные Психически больные Как их делают Их просто элементарно Берут и лепят Как вот из глины Да Вот все у меня написано Вот последние книги Которые выйдет сейчас Она будет называться Сияние высших богов И кромешники Она будет называться Романтическое название Но там как раз Все это соответствует Да Так вот Все вот эти вот структуры Вот эти вот все структуры Вот то что у меня здесь есть Да Которые Это ребята Не просто психически больные люди Они все В половом плане ориентированы Не туда Либо педофилы Либо гомики Понимаете Вот Я не хочу доказывать вам Эти вещи Потому что Такие вещи сложно доказывать Но вот сегодня Сегодня мне позвонил Один человек Из Москвы И я назвал там имя Одного друга В своей лекции Которого надо гнать в шею Он говорит А он мне звонит Слушай А он А он гомик Он психически больной Вот сегодня Ну вы знаете С кем я разговаривал То есть понимаете Что происходит То есть Дегенераты У власти Их создают Искусственно Их лепят И потом к власти Приводят И дают им Все Рули управляют Управляйте господа Видите Цивилизацию гибели А куда ее ведут Ведь какая Вот Над всем этим стоит Какая теория Либеральна Что Демократическая теория Это не просто теория Это Идеология Это мощнейшая сила Огромная сила Чего А вот Смешение Все люди равны Все одинаковые Это же прекрасно Когда негр Негр Женится на белый Когда Китаец Родит детей От немки Или от испанки Это прекрасно Это здорово Получается Что Растворение Вот это все Нацелено на растворение Белой расы Как таковой На уничтожение Прежде всего Белой расы Наших Вот Родственников Европе И то же самое Сейчас длится То же самое На нас Сейчас обрушивается И длится это у нас Этот процесс Начал работать В России Вот здесь у меня Показана Схема Управления Это уже Последнее Вот это я показал А у меня есть схема Здесь все просто Можете прочитать Посмотрите Вот орден А здесь различ Вот ООН Организация Объединенных Наций Что это? Это их Это их звено Здесь трехсторонняя комиссия То же самое Вот Здесь центр исследовательский Институт По международным отношениям Но они же постоянно работают Здесь есть сотни институтов Которые пишут Гариматью Которую мы смотрим Слушаем Нам здесь внушает Хренотень такой От которой нам У нас мозги на бекре Но это же делается А потом проталкивается Через средства массовой информации Средства массовой информации Вот это Видите как выделено Это самая главная сила Это кувалда Которая каждый по башке Бьет и говорит Давай, давай Мы в этого верим Во все А верить этому нельзя Здесь Здесь 99% лжи И это ложь для того Чтобы нам внушить Чтобы мы никуда не трепыхались Все вот это построено На страхе Спецслужбы Все на их стороне Армии на их стороне Ну казалось бы Вообще выхода никакого Потому что гомики везде Больные психические везде Их приводят к власти Их сначала строят Делают А потом им дают власть Вперед ребята Вот Ну вот Что тут у меня Последний у меня тут Римский клуб Фактически Вот Бельдербергский и Римский клуб Это Они просто собираются То там, то там Для того Чтобы некоторые вопросы решить Но Все вот это вот Это все Знаете кто? Это все Периферии Та, которая Которую мы замечаем Которую мы видим Которая Они просто исполнители Они все такие важные Такие вальяжные Такие все Замороченные На самом деле Все это рабы Рабы вот этой силы Вот Но эта сила Тоже раб Инопланетного разума Который стоит Над всем вот этим И дергает за нитки Ведет туда нас Куда нам нельзя идти Вот что происходит На земле Спасибо за внимание